Еще раз прошу прощения за то, что мы задержались сегодня. Мы еще ждем людей, как я говорил, с параллельного метапа. А пока я 5 минут вашего времени еще займу, я расскажу про, что такое Росфинтех и откуда эта идея появилась. Я достаточно долго работал в одной крупной финтех-компании под названием Exante, которая существует на сегодняшний день. И в принципе часть коллег из этой компании, часть моих друзей, которые работают в финансовой индустрии, в какой-то момент увлеклись уже достаточно давно финансовыми технологиями. Была идея делать какие-то тематические метапы, посвященные финансам на пересечение финансов и технологий. И вот эта идея у нас уже, наверное, года 2-3 циркулировала где-то между WhatsApp, Telegram и Facebook, но ничего не получалось. Параллельно я стал делать компанию под названием Ключ. Ключ это как бы некое такое, ну мы называем это T-Hub, то есть это просто, если простым словом, это коворкинг, где сидят молодые команды и делают различные проекты, не только финтех-направленности, но и других. IT, интернет, биотех и так далее. И так вышло, что в какой-то момент заселилось ценное количество финтех-компаний, мы все перезнакомились между друг другом, и опять возобновилась эта беседа, что типа вот все занимаются какими-то интересными вещами, там блокчейном, базами данных, трейдингом и так далее, что надо как бы сделать некое сообщество, либо присоединиться к уже существующему. Существующего мы не нашли, поэтому пришлось как бы сделать самим. И сегодня в итоге первая встреча. Как, собственно, ну есть сайт, он как название, только вот тут точка. Rusfin.tech. Соответственно, на этом сайте можно подписаться на рассылку, там есть ссылка на Facebook. В Facebook мы постим все мероприятия, которые проводятся. Туда, в частности, будет выложена видеозапись вот этого мероприятия, которое можно в будущем посмотреть или кому-то послать. Там же чуть позже будет ссылка на Telegram. Мы решили быть как-то в тренде современных технологий, завели Telegram-группу, где можно будет в оперативном ключе задавать какие-то вопросы и так далее. Мы там, может быть, будем, например, публиковать следующие темы и там на голосование. Или, например, кого бы из спикеров вы хотели увидеть на следующих выступлениях. Вот. Ну и, в принципе, там можно будет как бы позадавать вопросы какие-то и так далее. Что еще? Значит, сайт, Facebook, Telegram. Ну, пока все. Вот. А, сегодня у нас три докладчика и круглый стол. Если кто не читал программу, первый доклад начну я. Который, надеюсь, долго не продлится. Потом я передам слово Саше Иванову. Да, вот он здесь сидит из компании Waste Technologies и закончит нашу сессию с докладами Марина Гурьева, которая расскажет про блокчейн, тоже что-то. Вот. И в конце будет круглый стол, где можно будет позадавать вопросы и спикерам, и еще приглашенным экспертом. Вот. Ну что, ладно, все, нет сил больше ждать. Включайте презентацию. Пожалуйста. Что? В общем, да, я сегодня хотел рассказать презентацию, которую я уже рассказывал в очень смешном месте. Меня позвали на какую-то конференцию, где было много регуляций. Ну, короче, я работал в компании Exante до ключа. И Exante, наверное, прославился тем, что это была первая компания. Ну, у нас возникла идея в компании. Мы достаточно активно следили за биткоином. Мы хотели как бы обернуть биткоин в какую-то легальную структуру. Сделали фонд, обернули в него биткоин и позволили нашим инвесторам и клиентам компании официально, легально инвестировать в биткоин. Это было около 3,5 лет назад. Тогда это делать было невозможно. И мы были первые, кто это сделал. По факту это стал самый успешный хедж-фонд в истории, потому что просто в какой-то момент биткоин взлетел в 100 раз. Ну, у них 100, там в 50. И ни один хедж-фонд не показывал такую доходность. Мы с этого ничего не заработали, потому что мы фактически позволяли просто инвестировать один в один в биткоин. И меня пригласили на конференцию, где было много регуляторов, где я рассказывал, собственно, про биткоин как деньги. То есть в чем фишка биткоина именно как денежного средства. И когда я готовил эту презентацию, в общем, выяснилось, что надо вообще рассказать, что такое деньги, какую историю деньги прошли за последние 200 лет. Соответственно, про эту тему уже много кто думал до меня. Вот Аристотель в 4 веке до нашей эры, в принципе, он выделил вот такие интересные свойства. Но мне больше всего нравится определение, которое сейчас, ну, по крайней мере, наиболее часто используется в сети. И это определение придумал английский философ Уильям Стэнли Джеванс, экономист по образованию. Он выделил три функции денег. Это хранение ценностей, средства обмена и средства учета. Вот, в принципе, две первые функции, они на самом деле тривиальны. Про третью функцию люди не всегда задумываются, но она тоже важная. И мы об этом вспомним, когда вернемся к биткоинам. Очень важно, чтобы при циркуляции каких-то денег у людей возникало в голове понимание, какой каждый товар, сколько стоит в данной конкретной валюте или в деньгах и так далее. То есть это одно из необходимых свойств денег, чтобы люди привыкали к использованию этих денег в расчетах. Соответственно, условно говоря, Аристотель и Джеванс смотрели на так называемые внутренние свойства денег. Я выделил три таких внутренних свойства. Это ценности, то есть возможность денег, свойства денег сохранять капитал. Это переносимость, конвертируемость, то есть возможность обмена этих денег на товар или на другие деньги, неважно. И надежность, стабильность, то есть насколько сильно флуктуирует цена, потому что именно от флуктуации цены денег зависит то, насколько легко использовать эту единицу как систему расчета. И как бы построил такую... А тут не видно? Вот тут видно. Трехмерная шкала. И вот сейчас мы будем... Овца — это представитель бартерной схемы. Бартерная схема давно существует. На самом деле она используется до сих пор. Очень часто даже люди между собой ее используют. Ты кому-то что-то должен, он тебе должен что-то взамен. И в общем вот эту разницу стоимости между... Я там, Вася, должен, допустим, телефон айфона, а он мне там ноутбук. Мы это зачли, а разницу отдали в деньгах или в криптовалютах. Соответственно, на самом деле удобная схема. Вот, достаточно ценная, но не очень переносимая. То есть, понятно, там айфонами, овцами и прочим обмениваться не очень удобно. Вот, поэтому достаточно давно люди стали задумываться о том, чтобы заменить бартерную схему на что-то более удобное. Это самая древняя, считается, система. Ну, по крайней мере, то, что в интернете пишут. Это ракушки используются в Китае, в Африке и так далее. Я как бы... Все смеются, но на самом деле достаточно прикольная система. То есть, там такая классификация ракушек. Есть легко находимые ракушки, сложно находимые ракушки. У каждой там присвоен свой value. Вот. И, в принципе, очевидный как бы плюс ракушек над бартером, то, что они более переносимы. Ну, понятно, при этом они менее ценны, потому что ракушку не съешь там, не знаю, ей там не позвонишь, сообщение не отправишь и так далее. Вот. Ну и овца, конечно, более надежные, чем ракушка. Хотя тоже они умирают как бы. Так что, может, и ракушка где-то надежнее. Но, в принципе, в локальной перспективе, конечно, бартер более надежный. Вот. Как ни странно, денежные деньги уже используются давно. Ну, денежные, в смысле, бумажные. Вот. Первые попытки были в Китае в 12 веке. Вот. Династия Сонг, а потом Юан. Использовали деньги, которые они, бумажные, которые они позволяли свободно конвертировать или в шелк, в золото, или в серебро. По факту свободно. На деле это было сложно. Это позволялось только крупным организациям и так далее. То есть там, как бы, по сути, это была первая попытка вести денежные системы. И понятно, что при первых каких-то колебаниях люди сразу уходили из этой денежной системы, возвращались на обмен там золотыми, серебряными и бронзовыми монетами. Вот. И, наверное, тоже первое в истории, по крайней мере, что я знаю, когда государство путем, как бы, каких-то законных актов пыталось принудить людей использовать именно бумажные деньги. То есть, грубо говоря, самым простым способом это заставить людей платить налоги в данной денежной системе. Но, как бы, успехом, насколько я знаю, это не увенчалось. Вот. В общем, там была долгая история еще с Византией, с Европой, где использовались серебряные монеты. Ну, в общем, это все длилось достаточно так сумбурно. Наверное, века до 18-го появился Адам Смит. Адам Смит придумал классную штуку «Невидимая рука рынка». Вы, наверное, слышали про это. Вот. И я, например, не знал этого долго, но Адам Смит применил свою теорию «Невидимые руки рынка» и, ну, колебания, установления справедливой, идеальной цены на основе регуляции спроса предложения. Он просто применил эту теорию к денежной массе. И выяснил, что деньги – это такая крутая штука, что, вообще говоря, если ее не регулировать, то тот, кто выпускает эти деньги, просто заменит этими деньгами все, как бы, золото и серебро. Ну, и будет, как в некой капиталистической теории, пытаться максимально расширить сферу своего влияния. Вот. Был еще Карл Макс чуть позже. Вот. Он немножко с другой стороны подошел к этой проблеме. Он просто, как бы, говорил, что, ну, деньги нужны, потому что, как бы, люди делают, производят за счет своего труда какой-то товар, делают прибавочную стоимость. Им просто необходим инструмент, чтобы обмениваться этой штукой. То есть, это, в принципе, ну, как бы, что, одно стало в итоге таким неким ядром капиталистической системы, другое стало ядром социалистической системы. Там они много философии на это намертели. Вот. Ну, как бы, с точки зрения денег, вот, можно было с этих двух сторон смотреть. И, в принципе, дальнейшее развитие, как мы увидим, оно шло вот в этой конве приблизительно. Ну, собственно, достаточно быстро люди пришли к золотому стандарту. По крайней мере, в Византийской империи это, там, девятый век. В Китае считается, что это чуть ли не десятый, одиннадцатый век, приблизительно то же время. Части Европы, которая, вот, Византийская, это восточная часть, западная часть использовала серебряные монеты. Вот. Ну, и выяснилось, что золото достаточно удобный инструмент. Тоже понятно, почему. Вспоминаем три вот этих свойства. Золото-то редко, его тяжело добывать, его тяжело подделать. Оно несет само по себе некую внутреннюю ценность. Вот. И оно, ну, логичным образом заняло такой, как сказать, medium of exchange, то есть стало таким центральным элементом обмена. Вот. Тут я быстро перескакал на 20 век. Ну, в общем, такой интересный график о том, как золото адаптировалось, адаптировалось как средство платежей в различных системах. И все было бы классно, но Европа погрузилась в войны. Наполеоновская война, Первая мировая, Вторая мировая. При этом параллельно шел активная торговля с Китаем. То есть Китай уже в 19 веке продавал очень много всего в Европу. Вот. И, соответственно, мало чего из Европы покупал. К чему это привело? К тому, что денежная масса и вот этот, как бы, scarce ресурс золота и серебро начали сосредотачиваться в Китае. В свою очередь это привело к тому, что в Европе и США, особенно это стало заметно в Великобритании, там, как бы, начался эффект того, что, как бы, из системы стали высасываться, высасываться, по сути, деньги. И первые бумажные деньги в Европе, ну, одни из первых, по крайней мере, не читая там всяких экзотических, там, Телли, Стикс, Генри Первый и так далее, первое реально контролируемое целенаправленно банками и Центробанком Англии появилось как раз после Наполеоновской войны, когда Центральный банк Англии понял, во-первых, запретил всем остальным банкам делать ишию своих денег, то есть выпускать свои деньги, во-вторых, сказал, что типа, все, мы теперь контролируем, и только мы можем устанавливать для вот этих денежных единиц давать право legal tender, то есть где-то в эти годы появилось понятие легальный tender, то есть это возможность обменять валюту на какой-то, как бы, использовать выпущенную валюту как средство обмена внутри какой-то замкнутой системы, в данном случае Великобритании. Самое смешное, такая же ситуация случилась, очень похожая ситуация случилась в США в 62-м году, когда случилась civil war, гражданская война, вот, Джефферсон в какой-то момент понял, что как бы в силу определенных причин, к которым мы не будем углубляться, есть shortage money supply, то есть мало денег в системе, и как бы стали выпускать гримбакс, которые, ну, в первое время как бы можно было менять на, ну, на самом деле, до конца можно было менять на золото. Соответственно, ну, и совсем как бы дела худо стали после Первой мировой войны, когда торговые балансы стран ушли в разные стороны, Германия оказалась, все мы знаем, попала в ситуацию с гиперинфляцией, как раз ровно по той причине, что они решили одними из первых выйти из золотого стандарта, потому что, ну, просто как бы золотоварютные запасы страны были исчерпаны, и как бы надо было как-то бороться, поддерживать экономический цикл и производство в стране. Вот, и, собственно, были попытки еще до Второй мировой войны создать какой-то пул, ну, это даже был некий gold reserve act, куда входили пул основных, как бы, компаний в Европе, которые осуществляли, ну, денежно, операции по обмену денег на золото, туда входили, там, Англия, США, Франция, Швейцария, если я не ошибаюсь, Германия, ну, в общем, все крупные страны Европы. То есть были первые попытки, как бы, привязать это все, все национальные валюты Евросоюза к золоту, ну, Евросоюза не было тогда, но, условно говоря, Европа на тот момент. Вот, это все не увенчалось успехом, случилась еще между делами Вторая мировая война, вот, и ближе к концу решили, что, ну, вот такое отдельное привязывание локальных валют к золоту, причем какой-то фиксированной, по фиксированной ставке на тот момент, если я не ошибаюсь, золото стоило 20, там, с небольшим долларов за унцию, в общем, решили как-то этот процесс централизовать и перейти от такого золотого классического стандарта к стандарту, который назвали в итоге Бреттон-Вудский стандарт или золотообменный стандарт, то есть, грубо говоря, когда выбрали центральную валюту, назначили долларом, ее привязали по 35 долларов за унцию к золоту и разрешили обмен, а все остальные валюты привязали фиксированным курсом к непосредственных долларах. Ну, и как мы уже знаем, это уже ближе к нам, вот, эта система тоже развалилась за 30 лет по той, по очень простой причине. В Европе некоторые страны стали производить более качественные и большее количество продуктов и услуг, и у них начался обратный процесс револьвации, то есть, типичный пример, это немецкая марка, Гульден, голландский, то есть, их валюта, условно говоря, начала дорожать, в то время как, ну, более отстающие страны, Италия, Испания и так далее, ну, и Восточная Европа, конечно, в первую очередь стали, наоборот, отставать. Вот. Начались проблемы не только, как бы, локальные в Европе, были проблемы у США, это случилось в 70-е годы, после, ну, в начале 70-х, когда был резкий скачок цен на нефть, то есть, ну, поперла вся индустрия, связанная с машиностроением, автомобилестроением и так далее. Вот. Ну, и выяснилось, что, как бы, невозможно больше искусственным путем, то есть, за это время, там, у фунта два раза изменилась привязка к доллару, то есть, у Великобритании все время падал, как бы, внутреннее производство, а он с четырех фунтов за доллар ушел до 2,80, по-моему, в конце. То есть, просто государства собрались и поняли, что, ну, система, как бы, не работает. Марка с Гульденом, наоборот, выросли, что пора это заканчивать и, грубо говоря, переходить к свободным ставкам. И это все, как бы, я рассказываю такие, на самом деле, очень поверхностно, быстро. Там, понятно, подо все это были экономические теории, то есть, в принципе, Кейнс и от Америки, не помню, Кейнс от Великобритании, в общем, в принципе, разработали теорию денежной массы, то есть, какое количество денежной массы в соотношении с денежным оборотом должно, чтобы обеспечить идеальное, грубо говоря, равновесие товарооборота в системе. И эту формулу в конце дам, и безумно-безумно интересно эту формулу применять к тому, что творится сейчас в биткоине, вот как мы увидим. Еще с тех времен появились акции-облигации, стали активно торговаться. Я их просто добавил, потому что, в принципе, это тоже хороший инструмент, потому что многие, особенно крупные корпораты, стали из денег уходить в какие-то другие активы, которые, ну, будут позволять им как-то более надежно где-то местами сохранять и увеличивать капитал. Хотя, понятно, там переносимость и ликвидность у них не такая, как у обычных денег. Вот, и, собственно, вопрос к вам теперь. Вернемся, собственно, к деньгам. Ну, и, в принципе, на самом деле, я поэтому написал стоимость. То есть, чем вы считаете обоснованной стоимость какого-то товара? Ну, да, то есть, если подумал Смиту, да, это классическая замкнутая система со спросом и предложением. Но я пошел дальше, я специально акции-облигации вспомнил только ради этого, потому что я считаю, что на самом деле только на вере это основано, потому что спрос можете вы сами создать удачной рекламой. При этом это не значит, что как бы он существует на рынке. То есть спрос… Ну, да, 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 можно сказать, что спрос включает фактор веры, но я, собственно, специально веру поставил на первом месте, потому что, в принципе, эту веру можно как бы искусственным путем создавать. Ну, да, ладно, я думаю, мы на секции вопросов вернемся, чтобы как бы людей не задерживать. И, собственно, уже в наше современное время, в 20 век, на самом деле вот эти понятия ценности, то есть внутренние свойства переросли в некие внешние. Ну, вот по моему мнению, опять же, то есть в случае, опять же, если акции-облигации рассматривать и деньги именно, ну, то есть там, допустим, когда мы в компании работали, мы даже специально деньги, просто это кэш-инструмент. То есть есть там equity-инструмент, есть bond-инструмент, есть кэш-инструмент. То есть говоря о современной уже терминологии, когда этих инструментов появился там фиат у каждой своей страны, акции, облигации, казначейские бумаги США, которые многие там считают не хуже, чем американский доллар, или, ну, по крайней мере, напрямую привязаны к стоимости американского доллара и ставке интереса. Вот, то есть уже на первый план вышли такие показатели, как риск-доходность, да, капитализация, спрос-предложение, ликвидность, что то же самое, что переносимость, надежность, что то же самое, приблизительно то же самое, что волатильность и надежность ввода-вывода денег. Вот, и, собственно, именно на фоне этого в 20 веке появилось знание, что, ну, как бы государство забрали контроль над эмиссией денежных средств, и, в принципе, абсолютно нормальная ситуация. Вот, но это не единственная возможная ситуация, как бы, по регулированию денежного спроса. И вообще говоря, в локальном комьюнити никто вам не запрещает сделать ищу своей валюты, заставить всех, как бы, внутри этого комьюнити обмениться этой валютой, и, возможно, это сработает. И это сработало, эту теорию придумал. На самом деле, я не думаю, что это Сильва Гизель придумал, но он был первый человек, кто, как бы, ее формализовал, и на основе его теории даже было проведено несколько экспериментов по ищу в Австрии, где локальный, как бы, как сказать, мэр, там, в данном случае, Вергель, это был мэр, который ввел вот эту, как сказать, локальную валюту. Но это настолько сильно испугало центральный банк, в данном конкретном случае Австрии, что они сразу это запретили. То есть, Банк Англии это еще сделал в начале 19 века. Ну, тогда было, понятно, там, эпоха Великой Депрессии, люди искали новые способы, как заменить быстро обесценивающиеся деньги в некоторых государствах. И вот в том числе была идея, как бы, сделать такие некие локальные деньги. Их быстро запретили. Вот, я специально отметил жирным шрифтом The Merge, то есть, платы за хранение у денег есть удивительное свойство, что, как бы, они в какой-то момент могут стать сами по себе интересным инструментом. И у вас, как бы, с точки зрения государства и как личного инвестора, у вас, ну, всегда стоит вопрос, либо эти деньги куда-то проинвестировать, либо, если у вас, например, высокие ставки интересов по данной валюте, то лучше храни, как бы, часть своих сближений в деньгах. Гизель говорил, что основная, и я с ним абсолютно согласен, основная функция денег — это обмен. Вот, чтобы этот обмен стимулировать, надо, как бы, брать некую плату за хранение. То же самое, на самом деле, позже уже, после Бреттон-Вудского соглашения, стали делать государства. Точнее, после отмены Бреттон-Вудского соглашения, стали делать государства, следуя, как бы, за кейнцем. Стали более активно играть ставку интересов. Сегодня мы живем в век, когда ставка интересов вообще определяет глобальные и локальные циклы экономики. Ну, и ровно такие же методы работают и, как сказать, в локальных каких-то денежных историях. Ну, и, собственно, с приходом интернета и цифровых технологий появились куча чудесных денежных средств. Я пользовался, по-моему, всеми, даже и голдом в свое время. Вот, и голд была классная штука, привязана к золоту. Все чудесно было. Как раз вот эта функция demarch — плата за хранение. Владея этой валютой платила 1% от стоимости за хранение этой валюты, ну, за ее владение, потому что каждый, как бы, выпущенный юнит этой валюты, он конвертировался в доллар и был back-up доллар. И и голд, я не помню, в каком, там, в 2000 каком-то году, в общем, американский регулятор запретил, к большому сожалению, хотя вот история была достаточно успешной. Liberty Reserve — тоже классная штука. Когда биткоин появился, через него прокачивались там просто миллионы долларов именно по обмену биткоина на фиат. То есть, если вы не хотели пользоваться биржами, Liberty Reserve был самой простой такой валютой, с помощью которой это можно было сделать. Ну и биткоин. То есть, как бы, в свое время, когда появился, все это на моих глазах и на ваших тоже случилось. То есть, если бы его разложить вот по этой системе трех функций денег, то, как бы, было видно, что это беспроигрышный вариант. То есть, при всех плюсах, как бы, золотых денег, вот, к этому добавлялась более, вот, функция переносимости у биткоина по сравнению с золотом на порядок выше. То есть, золото вы, как бы, спокойно, там, за границу не вывезете, там, в больших количествах и так далее. А биткоин в этом смысле, как бы, однозначно выигрывает. Хотя, опять же, я его даже специально чуть поменьше сделал. Я считаю, биткоин менее надежный, чем золото, потому что, все-таки, это некая технология. Там всякий, возможно, фрот и так далее. Там ошибка в коде, преднамеренный, непреднамеренный и так далее. Вот. Ну, вот, собственно, эта формула. По ней очень смешно оценить капитализацию биткоина. Вот, текущее соотношение оборачиваемости биткоина. Это можно, ну, просто на биткоин-чарт зайти, посчитать, к текущей его стоимости. И получается, например, интересная штука, что если вы возьмете доллар, то доллар, он в 10 раз дороже, чем, как бы, там такой коэффициент, он в 10 раз больше, чем его оборачиваемость. А биткоин, например, всего там от 2 до 3 раз в зависимости. То есть у биткоина потенциал по оборачиваемости, по его стоимости именно, неважно, вырастет оборачиваемость биткоина или его стоимость, то он пока еще по сравнению с долларом в 3 или в 4 раза недооценен. Вот, но это тоже понятно, почему. Потому что, как бы, те сегменты, где биткоин оборачивается, они, скажем, узкоспециализированы и не всегда легальны. Вот, ну и, собственно, главный вывод, который я для себя сделал, что вот эта третья штука, возможность оценивать с помощью денег и валюты какие-то товары, она из этих трех наименее важная. То есть, ну, как бы она важная, но на самом деле мы сами по себе знаем, когда мы приезжаем в другую страну, там, допустим, в Китай, вот я ездил, я вообще никогда юанями не пользовался, но я там за три дня понял приблизительно в юанях, как что и сколько стоит, а через там месяц вы уже, грубо говоря, свободно ориентируетесь в ценах в другой валюте. А на самом деле для, в том числе, особенно криптовалют, всегда идет некий компромисс между тем, насколько эта данная валюта является надежным средством сохранения денег и насколько данная валюта удобна как средство обмена. Ну и понятно, биткоин, он очень сильно выигрывает, то есть у него вот эти два верхних свойства, они очень ярко выражены. И, например, ну, криптовалют сейчас миллион, из того, что мы говорили, какого нет свойства биткоина. У него нет, очевидно, demarge. На сегодняшний день биткоин это больше как store of value, я считаю, используют. Многие берут биткоин просто, чтобы избавиться от рисков, связанных с фиатом. Ну, как бы я к этим людям в том числе отношусь. Но при этом, как бы понятно, что если мне надо приспичит, я могу кому-то какие-то услуги оплатить биткоине. Вот. Были эксперименты, делали вот монеты, у которых бы стоимость падала со временем, то есть пытались их немножко вот в эту сторону подвинуть. Вот. Эксперименты, как бы, не закончились успехом. Вот. Но я думаю, что тут поле для работы и дальнейших экспериментов из биткоина с блокчейном, оно еще, как бы, ну, не паханное, что называется. Вот. Ну, и такая была переписка на Reddit, мне очень понравилась. В свое время, что, где люди обсуждали, что, ну, риски биткоина связаны с тем, что вот, типа, непонятные хакеры, там, не знаю, пишут непонятный код, непонятно, что делает, вообще откуда стоимость. Ну, и мы редко думаем, что доллар для нас ровно такая же непонятная система, непонятно, кем контролируем, и непонятно, откуда выходят эти... Да. Вот. Ну, и закончу я словами в свое время богатейшего человека Америки, Бенджамина Франклина, что, ну, основная все-таки функция денег – это обменная. Вот. И по большому счету других особых функций нет. И на сегодняшний день, если вы зайдете в Википедию или просто погуглите, есть много теорий денег разных, но лично я сторонник функциональной теории денег. Вот, собственно, она выражена в этих словах. Информационная теория денег, которая говорит, что, в принципе, вот этот store of value, он как раз заложен в информационной составляющей денег. Вот. Ну, все. Я не уложился, но можно... Может, мы потом оставим вопрос? Да. Да, да, на круглый стол оставим. Тогда я приглашу Сашу из Waste Platform. Вот. Он расскажет более существенную, интересную презентацию в блокчейн против венчура. Да, Саша? Да. 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 Здравствуйте. Меня зовут Александр Иванов. Я основатель платформы Waves. Это блокчейн-платформа, как Биткоин, как Этериум. Мы собираемся конкурировать с ними. Мы больше ориентированы на какие-то бизнес-вещи. И один из важных кейсов для нас – это краудфандинг, это value transfer. И сегодня я хотел бы рассказать про новую схему привлечения денег, новую схему привлечения стартового капитала для начинающих проектов, которая возникла в рамках криптовалют. Называется она ICO обычно. Я считаю, это очень быстро развивающееся направление, которое может помочь очень многим проектам сделать то, что они не могут сделать. То есть это поднять деньги на свой проект, запустить его и сделать нечто интересное людям, нечто интересное обществу. И, естественно, прибыльное, потому что без этого невозможно ничего делать. Пару слов сказал бы про это мероприятие. Я считаю, что оно нужно для российского комьюнити, потому что финтех в России явно есть, нет таких серьезных финтех-метапов. И здесь будут, я думаю, приходить очень многие люди. Здесь не только блокчейн, не только финтех, будет трейдинг, будут разные проекты приходить, которые, в принципе, отвечают духу и слогану нашего мероприятия. Я не знаю, получили ли вы стикеры. Там слоган его «Money is numbers», это сказал Боб Марли. Сказал, возможно, имея нечто другое в виду. Но я считаю, это очень подходит многим проектам, многим отраслям деятельности. Деньги – это просто информация. И в этом духе мы будем проводить это мероприятие, приглашать проекты, которые соответствуют этому духу. Я расскажу про краудфандинг и про краудфандинг в сравнении с привлечением средств в традиционном через вечерный капитал. Соответственно, откуда у меня экспертиза по этой теме, хотелось бы сказать. Мы поднимали деньги на Waves через краудфандинг, через ICO. Это список топ-10 всех краудфандинговых проектов. Вы можете посмотреть его в Википедии. И мы находимся на седьмом месте здесь, за Ethereum. Они собрали немножко больше денег, мы собрали немножко меньше, порядка 16 миллионов, они собрали 18. Ну, Ethereum как бы короли, поэтому это нормально. Вот, соответственно, некая экспертиза у меня есть, некоторые есть опыт. И я хотел бы поделиться и обрисовать, куда это может развиваться в дальнейшем. Что не так с венчурным капиталом? То есть, я думаю, что многие люди пытались здесь поднять деньги на свой проект. В принципе, интересно, никогда не спрашивал такую группу людей, сколько людей пытались поднять деньги на свой проект. Ну, это существенное количество. А сколько подняло примерно людей? Поднимите руки. Ну, тоже немало, но как бы меньше, чем те, кто подняли руки вначале. В чем проблема венчурного капитала? Это как бы немножко я не буду углубляться в подробности, естественно. Наверное, в данной области не являюсь экспертом. Основная проблема, да, в принципе, он построен по модели американской во всем мире. А американская модель построена на существовании юникорнов, да. То есть, на экзитах там с тысячи процентов профита. И, в принципе, как бы это не может существовать в рамках любой экономики. В рамках российской экономики юникорны вряд ли могут существовать такими табунами, как они существуют в Америке. Поэтому, как работает венчурное инвестирование, да, идет такое массовое инвестирование в проекты, достаточно высокие косты, достаточно высокие стоимости поддержания всей этой структуры венчурной. И поэтому она не может существовать, фактически, и вся венчурная структура без существования крупных экзитов. И, соответственно, там не крупные экзиты, там как бы пузыри надуваются, что не может быть хорошо, потом они сдуваются, все это схлопывается. Система достаточно как бы нестабильна, она работает десятилетиями, но работает как бы не то чтобы очень хорошо. Соответственно, не все проекты идут к венчурам. Существует Kickstarter, существует схема краудфандинга, которая хороша многими вещами. Вы можете, допустим, пойти на Kickstarter, заплатить 50 долларов и ждать, когда вам пришлют гаджет, который сделают за ваши 50 долларов и за 50 долларов тысяч других людей. Это как бы нельзя назвать инвестицией, это поддержка проекта, это как бы вы поддерживаете проект, но это вот что-то другое, это не инвестирование как бы в стартап, да, это вот потому что вы не можете получить из этого прибыли, и, соответственно, класс проектов, которые могут так финансироваться, он достаточно ограничен. Сам по себе краудфандинг интересен, поэтому люди пытались совместить краудфандинг с инвестициями. То есть что такое инвестиции? Это получение доли в компании, доли equity. Это очень интересная схема, казалось бы, да, то есть что такое, в принципе, краудинвестинг? Это то же самое, что краудфандинг, только вы получаете вместо продукта долю в компании equity. Фактически это IPO для компаний, которые не могут провести IPO, потому что они как бы не имеют для этого разрешения регуляторов и достаточно молоды для этого. Соответственно, краудинвестинг, он развивается в мире, принимается законодательство, в Америке есть equity crowdfunding act. Я так понимаю, что не очень много стартапов идут по пути использования этого законодательства. В России, в принципе, никакого законодательства по краудинвестингу нет пока. И, в принципе, эта схема, ну, как бы, я не думаю, что легально в России даже, да, то есть здесь как бы много вопросов есть. К сожалению, это ушло вниз за диваны, поэтому я прочиту, просто так скажу. А, да, оно здесь видно еще, да. То есть, соответственно, что мы еще можем, как бы, по какому мы можем пути пойти, да, по какому пути пошло криптокомьюнити. Возникла совершенно естественным путем некая новая схема, это выпуск цифровых токенов на блокчейне, которые могут быть использованы, как бы, как некий продукт, который объединяет в себя equity, объединяет в себя ваучер, объединяет в себя некий токен, который может передаваться от одного юзера к другому и может использоваться для краудинвестинговых компаний. При этом все, вся схема будет законной достаточно. То есть она, как бы, возможно, где-то находится в сферой зоне, но, в принципе, она ничего не нарушает. Попробуем, как бы, построить вот схему, да, как она, логику проследить, как возникает эта схема привлечения венчурного капитала. Она основана, конечно, на краудфандинге. Чем краудфандинг интересен для бизнеса? Он для многих классов проектов более интересен, чем венчурное инвестирование. По каким причинам? Главное, что здесь вы идете к вашим пользователям, за деньгами, да, то есть если вашим продуктом пользуются, то, наверное, людям интересно вот дать вам денег тоже. Они могут, по крайней мере, рассмотреть эту возможность. И они знают, во что они вкладывают, да. Поскольку сейчас есть такая возможность с появлением интернета обращаться к большим группам людей за финансированием. Этого просто раньше не было. И поэтому, в принципе, венчурные фонды и существуют. Сейчас она есть. И люди понимают ценность вашего проекта и могут его финансировать. Соответственно, люди не ожидают гигантских профитов, потому что они хотят, они понимают ценность вашего проекта, они пользуются вашим проектом, и они могут вам дать денег на его развитие, просто ожидая то, что вы добьетесь успеха, и они будут пользоваться вашим продуктом. То есть нет тут такой фиксации на получении гигантской прибыли. Кроме того, вы, обращаясь к толпе за финансированием, получаете много бонусов от комьюнити, да. Вы получаете фидбэк по поводу вашего продукта. За это вы бы заплатили деньги, да, то есть от каких-то там консалтинговых контор. А так вы получаете прямой фидбэк от комьюнити. А они могут быть вашими тестерами, они могут тестировать ваш продукт, находить в нем минусы, и могут продвигать ваш продукт. Потому что люди заинтересованы в успехе вашего продукта, соответственно, они будут рекомендовать его знакомым, рекомендовать его родственникам. И получается, что один доллар, фактически поднятый через краудфандинг, краудфандинг, равен, к примеру, да, трем долларам поднятым через венчурное финансирование. Потому что вы получаете дополнительные бонусы с этим долларом, да. Вы получаете тестеров, вы получаете комьюнити, вы получаете юзеров, вы получаете фидбэк, вы получаете людей, которые продвигают ваш продукт. То есть краудфандинг здесь очень интересен для бизнеса, для определенного класса проектов. Естественно, это как бы не все проекты, это B2B проекты, наверное, как-то тяжело к краудфандинговой модели финансировать, да. Но очень многие проекты, которые работают с большими группами людей, таких в интернете проектов очень много, социальные сети, и с ними, как бы, да, они как бы по этой схеме очень хорошо могут привлекать средства. Соответственно, что блокчейн здесь меняет, да. Вот у нас есть схема краудфандинга, но как бы она упирается в краудинвестинг, в какие-то регуляторные ограничения. Чем блокчейн нам может помочь? Успех блокчейна в том, помимо биткоина, да, который просто переводит деньги, в том, что он предоставляет некую естественную среду для выпуска цифровых токенов. То есть любой человек может прийти на блокчейн, не на блокчейн биткоина, да, есть там Ethereum, есть, допустим, Waves. На биткоин-блокчейне тоже можно выпустить свой токен при определенном знании предмета. И выпустить токен свой, да. То есть здесь не ограничен человек ничем, никакими регуляторными, как бы, ограничениями, нет, нет, как бы, центра, который вам разрешает или запрещает это делать. Вы просто пришли и сделали. Соответственно, что происходит дальше? Делается этот токен, и этот токен предлагается людям, да, и предлагается купить его. То есть за биткоин, либо там за фиатные валюты. Эта схема называется Initial Coin Offering, как бы по аналогу с IPO. Применяется она в криптовалютах достаточно давно. В принципе, возникла она только в криптовалютном комьюнити. Это такой некий, некий побочный эффект блокчейн-технологии. И что мы получаем, да, что это за продукт? Вот мы выпустили этот токен, что это за продукт? В криптовалютах изначально, да, то есть как это возникло? Были криптовалюты, которые пытались получить деньги на программистов, на развитие, как бы, самого кода таким путем. И они делали ICO. То есть выпускалась криптовалюта, один из первых криптовалют такого плана. Их было достаточно много. Наверное, NXT один из таких крупных проектов был. То есть выпускается токен, поскольку в любой криптовалюте есть токен, да, главный токен системы, native token называется. В биткоине это просто биткоин, в этериуме это эфир и прочее, как бы, да, то есть выпускается токен и продается юзерам. Соответственно, как бы, почему юзеры его покупают, да, потому что они ожидают, что он будет расти в цене. А почему он будет расти в цене? Потому что он ограничен, выпуск его ограничен. Соответственно, если криптовалюта используется, если люди используют ее для перевода средств, для перевода ценности, то на этот токен появляется спрос. И поскольку, как бы, выпуск ограничен, да, то есть есть спрос и цена растет. То есть здесь есть, как бы, некий инвестиционный потенциал, понятный людям. И поэтому люди, как бы, покупают эти токены, и достаточно уже большой рынок существует, уже несколько лет, фактически, да, этих вот криптовалютных токенов. Соответственно, эта схема, да, она может быть обобщена не только на криптовалюты, а, в принципе, на любые стартапы, которые выпускают свои токены на блокчейне. И мы получаем, фактически, некий новый класс финансовых инструментов, который объединяет в себя цифровой продукт, долю в компании, то есть equity, и некий ваучер, да, вот по поводу ваучер, да, как может вот ваучер быть здесь интересен, да. Вот, допустим, возьмем кикстартер, фактически. Чем кикстартер плох? Вы поддержали проект на кикстартере, заплатили там 50 долларов, и вы ждете, когда вам доставят гаджет, какой-нибудь там фитнес-браслет или что-нибудь еще. Возможно, денег не хватило на его создание, и вы не получаете фитнес-браслеты, и вы понимаете, что дела у проекта плохи, но никак выйти из этой инвестиции вы не можете. Фактически вы сделали плейдж, и вы можете ждать, когда проект будет успешным или не будет успешным, когда вы получите браслет или не получите. А та же самая схема может быть реализована на блокчейне. Вы выпускаете цифровой токен, продаете его за 50 долларов, и потом вы говорите, что этот токен является ваучером, на который вы можете обменять его на браслет, когда он будет сделан. Соответственно, если вы видите, что дела у проекта плохи, вы можете попытаться продать этот токен другим пользователям, которые, в принципе, верят в проект еще. Потому что, да, на блокчейне так и есть, естественно. Потому что возникает автоматически на блокчейне некоторый свободный рынок, то есть open market, на котором вы можете выставлять эти токены на продажу. Поскольку система открытая, по сути. То есть мы получаем фактически по этой схеме Kickstarter с возможностью выхода. И людям это интересно еще почему. Потому что токены ограничены в своем количестве, да. Соответственно, если на них есть спрос, да, то есть стоимость токена будет расти. Вот, еще расскажу, что фактически, что мы здесь получаем. Чем являются эти все криптовалютные токены, которые достаточно массово выпускаются сейчас на блокчейнах разнообразных. Они являются новым классом финансовых инструментов, да. То есть достаточно трудно определить, что это такое. Оно объединяет в себя свойства цифрового продукта, доли в компании, equity и ваучера. Да. То есть это, в принципе, некий новый класс инструментов, который будет развиваться, потому что блокчейн будет развиваться. Блокчейн системы хороши тем, что они никуда не денутся, да. Они существуют более-менее объективно, да. Некая объективная реальность. Биткоин существует, в принципе, вне зависимости от желания нашего. Потому что система децентрализована. Немножко расскажу про эту всю экосистему, которая сейчас существует, этих токенов. Соответственно, чем хороша эта схема, помимо описанных преимуществ? Если мы выпускаем, потому что рекомендуется, то есть, в принципе, здесь могут быть какие-то best practices, которые, в принципе, к чему сводятся, да. То есть некоторые люди пытаются выпустить такие токены, которые привязаны к доле в проекте, да. Как видите, это, в принципе, нарушает законы во всех странах. Потому что во всех странах есть аналоги комиссий по ценным бумагам, и все эти действия должны проходить через эти комиссии. Соответственно, если вы выпускаете некий цифровой продукт, который не привязан к эквете в компании, вы ничего не нарушаете совершенно. Нет, возможно, это серая зона. Возможно, будут приняты какие-то новые законы, но сейчас вы не нарушаете никакие законы. И это не требует какой-то регуляции свыше. Соответственно, выпускаете ваучеры или монеты, коины на блокчейне, и это все будет достаточно легальная схема при правильном подходе. Это достаточно живой рынок, он развивается. Его объем, наверное, 10 миллионов долларов в месяц примерно. То есть это не в год, потому что, в принципе, это все растет. Я бы оценил примерно 10 миллионов долларов в месяц. Сейчас происходит таких вот проектов, выпускается токенов. И буквально перед началом этапа я говорил с двумя, даже тремя группами людей по поводу проектов, которые могут быть финансированы таким образом. И я хотел бы какую-то схему, чтобы было понятно, как это все работает. Это все, в принципе, очень просто. Здесь нет никакого, как никакой rocket science, это все очень просто. Некую схему хотел бы привести, по которой такие проекты могут поднимать деньги. Она применима к большому классу проектов, которые работают с группами людей. Возьмем социальную сеть, которая запускается и хочет получить деньги на свое развитие. Что она может сделать? Она выпускает внутреннюю валюту социальной сети на блокчейне, чтобы быть независимым. Она не делает ее на своих серверах, она делает ее на блокчейне, чтобы система была открытая и не было вопросов к корректности поведения социальной сети, что она что-то довыпустила монеты или куда-то делала монеты. Это делается в открытой системе. Видно количество выпущенных монет, видно, что с ними происходит. Монеты выпустились. И далее, что она обещает за них? Что можно делать этими монетами в сети? За них можно купить некие сервисы внутри сети. Например, какие-нибудь лайки, улучшение дизайна страниц. И можно, например, купить рекламу внутри сети. К примеру, представим, что тысяча монет покупает вам рекламу по всем пользователям сети. То есть вы платите тысячу монет, и все пользователи сети видят ваш баннер. Соответственно, что получается? Если ваша сеть растет, люди могут платить за все услуги. Сеть растет. И через год, при том, что у вас вначале было 10 тысяч пользователей, или через год у вас 100 тысяч пользователей. То есть за те же тысячу токенов вы получаете рекламу по всем юзерам сети. То есть она уже в 10 раз больше. Соответственно, получается, что токен становится тоже более ценным. Потому что его стоимость получается привязанной к самой сети, к ее объему. Чем больше сеть, тем более ценен токен. И тем самым у него, получается, возникает инвестиционный потенциал. Люди понимают, что если ваш проект успешен, то и цена токена будет расти. Соответственно, они покупают его в надежде заработать денег, что нормально. И, в принципе, эта схема позволяет вам поднять деньги на ваш проект легально совершенно. И одновременно внутри системы возникает некоторый функционал платежной системы и внутренней валюты. По этому пути можно повести очень многие проекты. То есть это все социальные сети, фактически все вещи, в которых можно вести внутреннюю валюту. Это очень большое количество проектов. И очень много проектов запускается по этому пути сейчас. Сейчас пойдет новая волна, фактически, запуска таких проектов. Потому что люди уходят уже от выпуска криптовалют к запуску вот таких проектов. Выпуску цифровых токенов на блокчейне, которые привязаны к некоторому функционалу сети. И при успехе сети, успехе проекта цена этого токена растет. Здесь по этому пути можно очень многие проекты пустить. Здесь как бы фактически только фантазия ограничивает вас. Потому что эта схема новая, достаточно. И применение ее очень обширное, но нужно их немножко придумать. Понятно, по какому пути можно вести некоторые проекты. Если у вас есть много пользователей, они переводят друг к другу некие деньги, можно повести по этому пути. Если у вас… Вы можете даже пытаться какую-то Kickstarter модель реализовать, то есть продавать ваучер, который может быть обменен, продавать токен, который может быть обменен на продукт, когда он будет реализован. То есть это некий цифровой ваучер, который, если вы запустили свой продукт, он меняется на него. То есть тоже создается некий свободный рынок. Этот ваучер торгуется. Если вы пускаете продукт, вы просто обмениваете его. Но это вторая схема, это такая Kickstarter с выходами. И может быть очень много других вариантов фактически. Этот вариант с социальной сетью, в принципе, такой, мне кажется, самый жизненный. И поэтому пути идет очень много проектов сейчас. Соответственно, если вы пытаетесь поднять деньги на свой стартап, если вы размышляете о том, что вы не сможете найти деньги у венчуров, попытаетесь подумать, сможете ли вы сделать это по этому пути. Так, это как бы про меня, да? Ну ладно, это я пропущу. Вот. Их страница с контактами. В Waves мы занимаемся, фактически это наш кейс, самый такой, который мы продвигаем. Это выпуск токенов на блокчейне и использование их для финансирования стартапов. То есть у нас как бы платформа, она общего назначения, но это один из кейсов, который я считаю очень важным, потому что он может поменять существенно то, как люди делают бизнес сейчас. То есть потому что очень много проектов можно повести по этому пути. Поэтому мы его активно продвигаем. И подумайте, сможете ли вы применить его в вашей практической деятельности. Спасибо за внимание. Давайте вопросы тоже оставим на круглый стол. А сейчас послушаем третьего докладчика. Это Марина Гурева, директор по управлению инновационной деятельностью высшей школы экономики. И по совместительству я так, Марина, поправь меня, если не прав, возглавляешь блокчейн-комьюнити в России? Нет, я не возглавляю. Возглавляет Артем Толкачев, он обидится жутко. Соответственно, я являюсь членом и давно занимаюсь блокчейном и вообще интересуюсь этой темой. Поэтому сегодня у меня специфическая достаточно история. Это история про криптоэкономику. Я постараюсь дать некий такой обзор. Я достаточно быстро буду все говорить, поскольку задача просто вас познакомить. А углубляться можно в других местах. Я заодно пользуюсь случаем прорекламирую, что мы в параллели ведем блокчейн-школу. В настоящий момент в высшей школе экономики каждый вторник и четверг у нас занятия проводятся при поддержке Саши Иванова и Уэйвс, надо сказать, и Киви. И, соответственно, у нас будет в субботу генерация бизнес-идей по блокчейну, тоже в высшей школе экономики. И закончим мы это все хакатоном на блокчейн-тематику 11-13 ноября. Поэтому если у кого-то будет желание сделать что-то конкретное, а не просто послушать, мы вас всех ждем. А теперь начинаем. Данные все на сентябрь месяц приведены, сразу оговорились, потому что история с криптовалютами, она достаточно волатильна. Поэтому если вы что-то видите, что как бы уже изменилось, то это изменилось за последний месяц буквально. Графики — это данные первого квартала. Смотрите, что мы имеем. История с криптовалютами, она очень интересная, потому что она в начальном этапе находится, и мы видим такой специфический рынок, зарождающийся рынок. При этом рынок уже сейчас притягательный. Ну, естественно, притягательный прежде всего для спекулянтов и инвесторов, потому что очень быстро можно достаточно заработать, если правильно сделать ставки на правильные блокчейн-системы. Капитализация растет. Она растет в основном благодаря биткоину по-прежнему. Сейчас история еще лучше. Биткоин уже перевалил за 10 тысяч долларов. Его общая капитализация на текущий момент при стоимости 680 долларов. Соответственно, далее идет у нас по емкости — это эфириум. Далее Ripple, вот там не видно. Ну и эти блокчейн-системы в тройке находятся лидеров достаточно давно. Но важный момент — это количество и рост систем и приложений. Это данные все киберфонды. Если кто-то не знает, Cyber.fund, откуда берутся просто данные, чтобы было понятно. Ну и там есть текущая информация, если вы хотите что-то проверить и что-то посмотреть. То есть растет количество отдельных блокчейн-систем, в которых своя блокчейн внутри. И растет количество приложений на этих блокчейн-системах. Это очень важная вещь, потому что разработчики верят в эту историю, они продолжают этим заниматься. С точки зрения криптовалютных пирж, но это история больше про биткоин, надо понимать, что все концентрируется в Китае. И как бы это история, которая такой, видимо, и останется. Также с точки зрения майнинговых пулов у нас ситуация аналогичная. У нас доминирует здесь Китай. История с блокчейн-проектами – это важная особенность блокчейн-экосистемы. Они действительно развиваются, как Саша правильно заметил, за счет краудфандинга. Причем, в отличие от традиционного IPO, в этой ситуации люди поднимают деньги, и действительно на момент, когда у них есть только white paper и yellow paper. White paper – это просто аналитика, и техническое описание дается в yellow paper. И это действительно мега-мега большое преимущество данной экономики. Когда вы можете поднять достаточно большие объемы средств, вы можете видеть там данные за этот год по системам, которые на краудфандинге были, и общие данные – это тоже по объему собранных денег и по количеству за этот год приведены с отсылкой к 2013 году. Соответственно, вы можете понять, что у каждого практически стоящего проекта есть потенциал на то, чтобы на самом начальном этапе собрать деньги для своего развития. И, естественно, если это есть, то будут появляться проекты, но потому что получается, что есть спрос, и чтобы удовлетворить этот спрос, появляется предложение. И это очень хорошая история для всех-всех разработчиков. Чтобы было понятно, вот тут за диванчиками не видно, вот эта история про криптоэкономику, о которой я говорю, она вот там в нижнем углу находится. Когда я говорю про блокчейн-системы и приложения, это вот такая маленькая-маленькая часть, на которой существует вся обвязка в виде инфраструктуры. И это отдельное целое… Ну почему я называю это криптоэкономикой? Потому что когда у вас что-то порождает инфраструктурные дальнейшие решения на этом, и, соответственно, это новые бизнесы, то, естественно, что это как бы целое направление. По некоторым системам пройдемся, чтобы тоже было понятно. Опять же, данные сравнивают с сентябрь, конец и с началом года. А в целом все как бы благополучно в экономике, все растет, растет на самом деле достаточно стабильно. И что хорошо, не только капитализация, допустим, у того же биткоина растет, что гораздо важнее растут количество банкоматов, растет количество транзакций и растет количество тех, кто пользуется, собственно. Есть тренды, о которых нельзя не заметить. Допустим, идет все равно все больше и больше использования биткоина как средства платежа в развивающихся странах. Ну, естественно, и не столько средства платежа, сколько средства хранения денег. Потому что когда у вас экономическая ситуация нестабильна, то вы вынуждены, собственно, диверсифицироваться. И чтобы как-то спасти то, что вы зарабатываете, вам надо куда-то это перекладывать. Там история с Венесуэлой какой-нибудь показательный пример, или Аргентина, или Украина. Соответственно, люди просто перекладываются в то, что как бы сохраняет деньги. Естественно, что идет работа над правовым регулированием. Ну, это история, о которой все заявляют все страны, которые так или иначе присматриваются, которые подступаются, которые на самом деле самые продвинутые начинают хакатоны проводить с точки зрения юридики, чтобы посмотреть, как можно отрегулировать ту или иную ситуацию с той или иной блокчейн-системой или приложением. Ну, и, естественно, и это важно, тоже идет использование биткоина при микроплатежах. Эфириум. Эфириум замечательный, ну, как бы он продолжает развиваться, несмотря ни на что. И тоже у него показатели, которые вы видите, они впечатляют достаточно. Ребята молодцы, ребята молодцы, потому что они по-прежнему идут по выбранной стратегии максимизации количества приложений, которые на эфириуме могут быть написаны. Когда вы вовлекаете в историю большое количество разработчиков, вы тем самым создаете потенциально новую экосистему. Если у вас появляется большое количество, действительно очень большое приложение, которые будут использовать вашу систему за основу, то потенциально весь мир ваш. Потому что во всех сферах появится какое-то приложение, где будет основа блокчейна эфириума. Не без трудностей, естественно. История с The DAO, о которой вы большинство, наверное, знаете. Она для них была тоже рэперной точкой. Но по-прежнему проекты объявляются, деньги собираются на новые, в том числе, проекты. Ну и эфириум выходит за пределы этого мира разработки. Он выходит на большие корпорации, заключается соглашение с банками, с финансовыми организациями. Ну и по факту с ним работают, активно работают и финансовые, и IT-компании. О ком еще хотела сказать? О BitShares. BitShares, потому что они на самом деле тоже достаточно давно на рынке. И они как бы система, которая себя хорошо зарекомендовала, они по-прежнему растут. У них это интересная история с деривативами, потому что они очень первыми, по факту, они вели это все, и они это все опробовали. И как бы у них легко выпускать активы и пользователям, им легко пользоваться активами, которые обеспечены, BitShares и так далее. То есть это история, которая уже есть, ну и которая продолжает развиваться. Что бы хотелось отметить, это как раз продолжение того, что тоже Саша упомянул. Это история с социальными платформами и всякими разными. Ребята, которые основателями BitShares являлись, запустили в этом году Steam, социально-медийную платформу, децентрализованную, где они, ну а по факту это форк BitShares, измененный немного, и они обнулили плату за транзакции. Они обнулили плату за транзакции для того, чтобы было возможно большее взаимодействие между отдельными участниками системы, ну так как это бесплатное взаимодействие получается, с целью, с очень простой, попытаться создать такое некое комьюнити, сообщество, ну сообщество-сообщество, ну то есть создать, дать возможность на этой платформе развиваться всевозможным сообществом, да, потому что как бы потенциально есть, ну идея такая, что если ты можешь монетизировать какие-то свои способности и легко монетизировать, если у вас таких несколько, которые можете это сделать, вы можете зайти на там, на steemit.com и соответственно попытаться там группу создать графических редакторов и заниматься там, или дизайнеров, и заниматься там своим творчеством, получать за это лайки, лайки, которые будут иметь стоимость в стимах, ну и соответственно, которые естественно конвертируются на любой криптовалютной бирже в фиатные средства. А в чем как бы прелесть этой системы? Ну получается, что у тебя прямая монетизация твоего труда, как я сказала. А что там тоже за диванами история, за диванами история про русскоязычную сеть, которая на самом деле форк уже стимита получается и создана для постсоветского пространства голоса, она сделана. 18 октября она запустилась, все то же самое, только для русскоязычного, потому что история со стиментом, она уперлась, естественно, в язык, как основной барьер, когда основные голосующие токены находятся в руках англоязычных пользователей, то любые другие комьюнити, они просто не получают достаточного количества голосов. Ну и потенциал, да, у такого рода платформ, он, если эти платформы будут развиваться как ВКонтакте или как Фейсбук, он огромен, да, потому что получается, что вы переводите на блокчейн по факту любые там группы, которые сейчас есть в Фейсбуке или ВКонтакте, а поскольку блокчейн гораздо лучше индексируется любыми поисковыми системами, то у вас получается доступ ко всей информации с любого поисковика. Ну, то есть у вас приток новых людей, он гораздо быстрее и гораздо больше. И таким образом у вас, как у комьюнити, получается возможность получать, ну и у вас лично получать деньги на гораздо большем объеме. И это та история, которая здесь заложена. Тоже, чтобы продемонстрировать эту историю за обеспеченных активов, она продолжает развиваться, тренд есть, и понятно, что он сохранится. Сферы применения блокчейн-системы отдельно мы поговорим в субботу об этом, поскольку это будет генерация бизнес-идей как раз. Ну, в общем, многообразный, я так скажу. А венчурное финансирование, надо тоже понимать, что с одной стороны, да, если мы говорим про сами блокчейн-системы и приложения, это все через краудфандинг, ну, в основном, очень большая доля идет. Если мы говорим о какой-то инфраструктурных решениях или приватных блокчейн-системах, то это история венчурная. При этом вот данные, которые у нас есть, ну, то есть продолжается это венчурное финансирование. В прошлом году это был общий объем 490 миллионов долларов, ну, в этом году до сентября 350 уже было собрано долларов. Активность финансовых ИТ-организаций надо тоже понимать. Они все, опасаясь конкуренции со стороны новых финтекс-проектов, они ринулись в эту сферу, пробуя, запуская какие-то пилоты, собирая разработчиков в лаборатории. Ну, и как бы на самом деле пока идет такая экспериментальная стадия, когда что-то люди пишут и как бы пытаются это протестировать. Ну, исследуют они инструменты, естественно, частные блокчейн-системы смешанные и сферы применения, те, которые актуальны для финансовых организаций. Перспективы, с точки зрения перспектив, все на самом деле достаточно радужные, я бы сказала, потому что блокчейн-технология, как технология, скорее всего, прочно войдет в жизнь в том или ином виде, в зависимости от того, кто там скорее выстрелит и какая бизнес-модель взлетит. Естественно, что продвигают, ну, точнее, активно исследуют это направление страны, которые являются финансовыми лидерами, ну, то есть потому что они очень хотят не потерять свое конкурентное преимущество в этом мире. Естественно, если ты держишь там под контролем все финансовые по факту операции через транснациональные банки, хотелось бы, наверное, тебе, как Америке, чтобы это дальше так продолжалось. Ну, поэтому это идет, естественно, импульс очень-очень сильный на то, чтобы изучать все это и внедрять все это. А то же самое происходит в Англии, Сингапур активен, Австралия активен. Ну, именно в изучении, в исследовании, в применении, я бы сказала, там, в пилотах каких-то таких частных закрытых. На территории постсоветского пространства Украина достаточно активно, ну, перешла на факту и криптовалюты, перешла в смысле, она разрешила все это, на криптовалюты и начала пытаться запустить какие-то проекты с блокчейном, но, в частности, они систему аукционов для государственного имущества запустили в качестве пилотов, запустили какие-то земельные аукционы, в том числе пилотируют сейчас. Ну, и в России, ну, и эта инициатива, чтобы было понятно, это со стороны разработчиков, конечно, инициатива больше в Украине, ее поддерживает правительство, говорит, делайте пилоты, бесплатно так, поэтому мы вам разрешаем. В России ситуация немного иная, здесь инициатива есть достаточно такая сильная и мощная от Центробанка и, соответственно, от крупных финансовых организаций, которые начали экспериментировать, но, как бы, эта история, скорее, там, какие-то приватные блокчейны, с которыми каждый из них занимается и которые каждый из них делает. С другой стороны, в России есть, естественно, разработчики, и надо понимать, что если, ну, российских разработчиков очень много работает на блокчейн-проектах, ну, так или иначе, соответственно, надо понимать, если просто эти разработчики как-то включатся и начнут что-то делать с точки зрения, ну, там, каких-то приложений потенциально подходящих для глобального рынка, то выход на глобальный рынок, он достаточно здесь прост, ничем не ограничен, барьеры очень низкие, ну, и возможности, естественно, заработка существуют. Спасибо за внимание. Вот мои контакты где-то не вернусь, но я есть на пузбуке. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Хмель – соучредитель компании «БанкЭкс» и финтех-предприниматель. Так как времени у нас, как обычно, мало, я предлагаю следующий формат. То есть один вопрос будет из зала задаваться, один вопрос – я аккумулировал экспертные вопросы у себя в телефоне, и буду чередовать экспертные вопросы с вопросами из зала. Начну с экспертов, так называемых. Хотя я не сомневаюсь, что в зале даже побольше, наверное, экспертов у нас сегодня собралось. Первый вопрос связан… Ну, его придумал я, как главный эксперт. Он связан с тем, что мне хотелось бы у наших участников спросить, готовы ли сообщества именно в широком смысле, то есть пользователи к внедрению блокчейн-технологий, то есть есть ли у людей в широком смысле понимание, что такое блокчейн, где он может применяться, в какой у него есть практически value. И, собственно, почему вообще эта технология интересна конечному пользователю? Спасибо. Вопрос действительно интересный, и попытаюсь ответить на него нетрадиционно на самом деле, потому что я думаю, что в идеальном мире люди вообще не должны знать, как это работает, что там под капотом. Это просто работает. Блокчейн-техни, что-то еще другое. То есть они знают, что технология работает, поскольку технология достаточно сложная, вопрос какого-то консенсуса распределенного, они, в принципе, не всем интересны и понятны. Поэтому в идеальном мире мы должны стремиться к тому, что технология настолько широко распространена, что люди даже не задумываются, как это работает, что там под капотом. Они заходят просто в свой клиент, видят привычный интерфейс, который они видели в онлайн-трейдингах, в онлайн-банках, в платежных системах, и пользуются этим. И пользуются облащением технологиями, даже не зная, как они работают. Это была бы идеальная ситуация, когда только программисты и люди, которые ученые, занимаются ресерчем, они понимают, как это все работает. А обычный пользователь просто пользуется конечным продуктом. Мне кажется, нужно к этому стремиться, и мы пытаемся вот идти именно в этом направлении. Я, конечно же, поддержу Сашу. Смотрите, может, тут специфическая среда, и поэтому все знают, как интернет работает. То есть TCP, IP, как бы для всех знакомые слова, и все вообще представления имеют, какие там транзакции происходят, и как эти транзакции происходят. Но среднестатистический человек, в смысле нормальный человек, он слабо представляет себе, как работает интернет. У него это просто вот что-то включилось, и как бы здорово. Сайты и сообщения отправляются, и там почта читается, я не знаю, обмениваться можно звонками, и т.д. и т.п. И, соответственно, с точки зрения конечного пользователя, история с блокчейном должна выглядеть точно так же. Ну вот как бы пользуюсь, потому что это удобно, и как бы я какие-то свои потребности закрываю с помощью каких-то приложений, которые написаны. Ну вот в данном случае они написаны с использованием технологии блокчейн. Но, в общем, если я не профессионал, то я вообще не заморачиваюсь, то есть как это там сделано, и как это, почему это так работает, и почему это так устроено. А что касается истории про разработчиков, вот здесь какой-то предварительный должен пройти этап погружения именно разработчиков в эту историю, потому что они именно те, кому предстоит делать эти все приложения, удобные для конечного пользователя, ну и закрывать потребности конечного пользователя. Игорь Хмель, Бангекс. Меня когда спрашивают объяснить наглядно, что такое блокчейн, я пришел к какой-то формуле, которая в принципе интуитивно понятна, что это ситуация, когда очень много участников сделки, то есть другими словами, что если это делать вручную, особенно если это касается финансов или юриспруденции, тебе нужно очень много блокчейн, и всем становится понятно, что это нереально, или не имеет смысла экономически делать, потому что сделки могут быть очень маленькие и мелкие. Это одна ситуация. Вторая – это когда в сделке, опять же, не видно, есть неконтролируемый элемент и, грубо говоря, нет доверия между участниками. И, соответственно, процветают по этому модели, когда блокчейн комбинируется с интернет-офинкс и есть какой-нибудь градусник, который следит за температурой хлопка, который перевозили в океане и следили, чтобы не было больше какого-то момента времени, не падала температура и, соответственно, не испортился сырье. И вариант – либо повесить эти градусники и сразу же смарт-контрактами сделать сделку, либо сделать длинную ревизию этого всего хлопка, когда он приедет. То есть вот такого рода вещи, они хорошо работают и интенсивно понятны. Я думаю, что, когда начинался интернет, мало кто мог объяснить, что такое интернет. В то же время уже даже моя мама может мне рассказать, как правильно пользоваться интернетом. Я думаю, это то, что ждет блокчейн в том или ином формате. Причем, почему это ждет также и блокчейн, потому что та прозрачность, та надежность, та распределенность, которая позволяет, скажем так, вот эту хитрую или умную базу данных использовать таким образом, что данные поменять нельзя. И те 70% людей в мире, которые не защищены с точки зрения частной собственности, как раз-таки применение такой технологии, понимание, что именно она будет вести этот реестр этих данных про их частную собственность, как раз-таки добавит вот эту надежность и уверенность, и будет желание, и люди поймут, в конце концов, и будут интересоваться. И в продолжение то, что сказал Игорь про ту самую сделку на этой неделе между Техасом и Китаем, эти 88 баулов котона, хлопка, которые привезли, то, что было примечательно там, что это была та самая автоматизация, тот самый интернет вещей, который запустил этот смарт-контракт. Причем он был сделан таким образом, что, если я не ошибаюсь, по локейшн, то есть когда привезли эту посылку, сработал смарт-контракт в тот момент, когда оно было на месте. То есть, другими словами, мы как раз-таки начинаем видеть те сценарии, когда полностью убирается вот этот посредник между нами, и смарт-контракты, роботы начинают общаться автоматизированно между друг другом. И я думаю, что, опять же, конечный пользователь, несмотря на то, что это просто база данных, которая превращается из просто базы данных в умную базу данных, то вот тут сам блокчейн 2.0, а затем блокчейн 3.0, и взаимодействие с существующими системами, люди будут понимать, потому что это важно. И я думаю, весь смысл в том, что прозрачность и распределенность как раз-таки дает нам те новые сценарии. Спасибо. Кое-что проснилось, кое-что нет. Давайте, да, перейдем к публике. Вот, молодой человек. Я видел. Да, дайте микрофон. А, еще скажу, формат можно задавать как одному спикеру, так и всем сразу вопрос. Добрый вечер, уважаемая аудитория. У меня вопрос сразу ко всем спикерам. Представлюсь. Владислав Судин, бизнес-акселератор Стартован. Вопрос такой, собственно, немаловажный. Итак, какие риски несет с собой технология блокчейн и битко... Ну, блокчейн сейчас технологию обсуждаем. И, ну, понятно, что были уже прецеденты со взломом, да. Кроме, так скажем, опасности взлома системы или подмены какой-то. Какие есть другие риски? Я вижу страновые риски возможные. Какие вы видите риски, как их именно избежать? То есть с точки зрения, как владелец, например, токена какого-то, может, ну, или там системы, которую он запускает, может избежать этих рисков? Спасибо. Давайте, наверное, я начну. В принципе, основной риск, как показывает текущее развитие криптовалют, это отношение к ним, как уже законченным каким-то продакшн-системам. На примере Этериума это очень хорошо видно, да, потому что система тестовая, все относятся к ней как к продакшн-системе, которая должна работать всегда и как бы в любых ситуациях. Это все очень только зарождается. Нужно всегда помнить, что все это очень экспериментально, не надо относиться к этому как к продакшн-системам, инвестировать в такие штуки, как DAO, потому что это, в принципе, еще не готово, да, не на том уровне находится, на котором это будет абсолютно безопасно. То есть нужно не забывать, что технология новая и несколько себя ограничивать, да, и анализировать возможности данной системы и потенциальные риски, которые могут существовать в ней. Да, допустим, смарт-контракты, это очень интересно, но в полном таком объеме, в котором не существует в Этериуме сейчас, они достаточно опасны, потому что это полностью Тюринг-комплит-язык, может выполняться любой программный код и что там будет на самом деле, непонятно, если он как бы начал выполняться, остановить его нельзя, потому что он живет на блокчейне, этот контракт, и будет работать до хардфорка, так скажем, да. Поэтому не забывайте, что это все-таки новая технология и относитесь к ней соответственно. Я вижу риск немножко в перегретости рынка и ожидания, то есть вот эта вот заменитая гартнеровская кривая, и там есть отдельное исследование о том, о частоте использования, слово блокчейн и так далее, о том, что ожидания действительно завышены, и я, поскольку пытаюсь применить ее с банками, банки пытаются там сразу же где-то внедрить, спрашивают постоянно, где можно использовать, и есть ощущение такое, что вот они думают, что машина есть, вот она должна ехать, но еще дорог толком нет, и они спрашивают, почему-то они на лошади, вот на этой машине, вот, и боюсь, что многих это может отпугнуть, и они на долгое время поставят на холд просто вот эти вот проекты. Окей, если сопоставить, попытаться сопоставить блокчейн с интернетом, то скорее мы с вами где-то в 90-х находимся, и история, естественно, в то время привела к буму в конце 90-х, знаменитому это вот dotcom bubble, который был пузырё, и дальше, ну, на самом деле, после этого замечательного всплеска ожиданий провала началось нормальное развитие, ну, и постепенный переход, собственно говоря, и адаптация все большим количеством людей интернета, да, то, соответственно, ну, вот в те моменты, если бы мы оценивали там риски интернет-проектов, большие риски, понятно, понятно, что там можно сказать, нет законодательства, ну, нет его сейчас в области блокчейн, непонятно, какое будет, естественно, естественно, что страновые риски, потому что, ну, специфическая технология, которая потенциально, она масштабируемая на целый мир, ну, и, соответственно, как с этим, ну, в этой ситуации, кто как поведет себя, и, в общем, как она будет распространяться в отдельных странах, и т.д. и т.п., это, ну, тоже пока слабо люди представляют, да, естественно, что эта технология, ну, не совсем обкатанное количество, ну, да, есть разные блокчейн-системы, там, блокчейн-система биткоина, она более, так сказать, выдержанная с точки зрения качества, потому что она дольше живет, и там, хакерских атак было много, и, соответственно, уровень безопасности выше, там, у эфириума ситуация абсолютно другая, у других систем, она, ну, как бы на порядок ниже, потому что, ну, по степени это отличается, в данном случае, запуска, да, систем, потому что им надо пройти все это, им надо пройти все эти, ну, не все эти атаки, но какие-то атаки, и так или иначе, какие-то попытки мошенничества, и всего остального, поэтому, естественно, что это рисковое сейчас, ну, там, инвестиции, рисковые эти проекты, но если есть у какой-то технологии, там, потенциал, да, это все постепенно будет развиваться, и, соответственно, пройдет эта стадия, она станет другая. Я хочу добавить, ну, обычно, когда говорят про блокчейн и про безопасность, упоминают Атака 51, зачастую говорят про разные-разные подходы, суперкомпьютер, который будет взламывать эти шифры, но если посмотреть на реальность, на данном этапе, биткоин работает с 2008 года, и работает, по большому счету, безотказно, и взломов непосредственно системы, насколько мне известно, до сих пор не было. Но я хочу расширить тему безопасности, и что несет блокчейн. В данном случае, блокчейн – это база данных, по большому счету, но, по большому счету, эта база данных будет интегрирована и работать с другими системами, опять же, как с интернетом вещей. Если посмотреть на DDoS-атаку последние недели, когда вот эти видеокамеры в Америке, полмиллиона девайсов, интернет-вещей, которые были взломаны, и с них произошла атака, таким образом замерился Twitter, GitHub, немало компаний в Нью-Йорке. Вот я думаю, интеграция между блокчейном, то есть мы говорим, окей, супер, безопасная технология, мы максимально доверяем, но взаимодействие с другими системами, с существующими системами, по-прежнему уязвимы, и есть тут немало, скажем так, аспектов безопасности, о которых имеет смысл поговорить. Как мы работаем блокчейн и оффчейн, другими словами, как мы уходим из блокчейна, реализуем что-то и возвращаемся туда, предполагая, что те данные, которые приходят, они надежны. Окей? Еще просто скажу, чтобы все были на одной странице, что единственная продакшн-система это биткоин сейчас. И то она существует все-таки как некая форма социального консенсуса между майнерами и юзерами. То есть если китайские майнеры решат, что что-то не так с биткоином, допустим, сейчас происходит некое движение с введением segwit так называемого, если что-то китайским майнерам не понравится, они могут очень сильно навредить биткоину. То есть с точки зрения кода он продакшн-реди, с точки зрения некого социального феномена нет еще, потому что атаки там возможны и любые пулы, которые объединятся китайские, они смогут сделать с биткоином что угодно. А остальные системы даже не на таком уровне находятся, они очень далеки от уровня биткоина. Это всегда надо понимать и представлять. Вот этот момент. Теперь экспертный вопрос плавно перетекает. Да, вот, собственно, проблема с блокчейном, с безопасностью, да, это атака 51, упоминались сегодня, соответственно, сейчас есть в неком блокчейн-комьюнити такой, как сказать, дуализм, может быть, частично искусственно, связанный с тем, что есть подход proof of work, есть подход proof of stake, соответственно, где-то посередине, возможно, есть какой-то консенсус, есть, насколько я знаю, комбинированные системы, но они скорее носят экспериментальный характер. Хотелось бы, я еще хотел сказать, что, возможно, аудитория не до конца понимает, как это работает, Саша, может быть, поэтому ты первый ответишь на этот вопрос, просто чуть-чуть в самых простых словах объяснишь, в чем различие, и, собственно, в чем, например, преимущество proof of work, в чем преимущество, может быть, proof of state, ответить на твой взгляд, потом другие спикеры тоже присоединятся и попытаются ответить на этот вопрос. Что такое биткоин, фактически, это, по сути, proof of work, по большому счету, что изменилось в компьютер сайенс с появлением биткоина, то есть появился новый алгоритм консенсуса, называется он proof of work, он происходит из алгоритмов, которые были до биткоина, там, хеш-кеш и прочие, попытки были прекратить email-спам, и для того, чтобы поставить письмо, нужно было выполнить некую computational activity, то есть, соответственно, это было перенесено на биткоин, и получилась некоторая схема консенсуса, достаточно секьюрная, безопасная, интуитивно безопасная, понятно, что для того, чтобы вам победить других майнеров биткоина и забрать сеть себе, вам нужно иметь больше ресурса, чем у всех майнеров вместе взятых, что как бы понятно, что непросто, кто-то может, конечно, заморочиться, пойти по этому пути, но это должно быть уже какое-то государственное агентство, наверное, потому что затраты достаточно большие уже будут, потому что на одно электричество тратится несколько миллионов долларов в день сейчас на майнинг биткоина, то есть гигантские суммы тратятся, достаточно серьезно, и хардвер там стоят в ферме в Китае, в горах и прочее, то есть достаточно серьезно уже все. То есть proof of work это обеспечение консенсуса в распределенной системе через выполнение некоторой вычислительной деятельности, то есть что такое блокчейн, это фактически способ синхронизации распределенной базы данных, не что иное, то есть такое техническое определение, и достигается это путем выполнения неких вычислительных действий, что называется proof of work. И фактически Сатоши изобрел proof of work и на 90% биткоин это proof of work, по сути дела. И сейчас как появился proof of stake, люди понимают, что гигантское количество ресурсов тратится и на поддержание сети, на вычисление хэшей, одних как бы схема очень простая, там вычисляются некие хэши от биткоин блоков, которые состоят из транзакций, и тратится гигантский ресурс на это, можно попытаться как-то обойтись без этого, и возникает схема proof of stake, когда работа заменяется фактически долей в балансе системы, и вычислительная работа минимальна, при этом если у вас есть некий stake в системе, то есть некоторой доли в системе, некоторого количества вам нет, вы можете получить право сгенерировать блок и получить комиссии за транзакции в блоке и награду за генерацию блока. Эта схема очень привлекательна, потому что не требует фактически никакой траты вычислительных мощностей, но с точки зрения безопасности она немножко менее безопасна. Сейчас идет много работы, научной в этом направлении и есть схемы достаточно секьюрные, proof of stake, там все упираются в некие технические моменты, в некоторый рандом должен быть на блокчейне, чтобы это работало хорошо, где его взять непонятно, потому что блокчейн получает рандом фактически только из proof of work, потому что в proof of work вы не знаете, кто будет следующий майнер, а в proof of stake такая ситуация, что можно предсказать теоретически всех майнеров на много блоков вперед. И сейчас некая работа идет в этом направлении и возможно proof of stake будет не хуже, чем proof of work. Наиболее интересным сейчас действительно представляется, как Володя упомянул, комбинированная система proof of work и proof of stake, когда рандом берется из proof of work и потом используется proof of stake. И эта система в принципе достаточно может быть безопасной. И я хотел бы отметить, что разговор идет пока про открытые системы у нас. То есть это незакрытые блокчейны. Потому что все эти алгоритмы интересны для открытых систем. В закрытых системах, в permissioned системах совершенно все другое. Это банковские системы, которые сейчас разрабатываются. Open ledger, hyper ledger, master chain и там все другое. Мы говорим сейчас об открытых системах. Соответственно, proof of stake перспективен и будет развиваться, но proof of work тоже никуда не денется, потому что он обеспечивает наиболее высокие гарантии безопасности того, что блокчейн не поломается и транзакции ваши не перепишутся. И тоже он никуда не денется. Наверное, в ближайшие десятилетия, наверное. На самом-то деле давайте поаплодируем. Классный ответ про proof of stake и proof of work. Коллеги, у меня вопрос. А кто знает, что такое консенсус в данном случае? Поднимите руки. Ползала знает, что такое консенсус. Просто Саша дал прям такой ответ изнутри, человек который разработал непосредственно платформу. Идея очень простая. То есть, что такое блокчейн, что такое биткоин, на чем это основано? И в чем идея той самой группы Сатоши Накамото? Что мы можем обмениваться digital assets между друг другом, при этом нету условно центробанка, который бы регулировал данные транзакции. И у этого есть очень много проблем. Допустим, кто будет контролировать, что запись записалась, и она, допустим, она правильная. Кто будет контролировать, что я хочу купить машину или продать машину. Могу там сделать double spending, продать ее два раза, например. И так далее, и так далее. И поэтому пример, который приводится, есть такая байка или загадка, проблема византийских генералов. Когда есть некая крепость, ее нужно взять, есть 9 генералов вокруг этой крепости, и эти генералы общаются с друг другом посредством посланника. И, соответственно, все должны прийти к консенсусу. Либо атаковать эту башню, либо не атаковать эту башню. И у этого очень много проблем на самом-то деле, потому что, с одной стороны, Ганес может не добежать, а с другой стороны, один генерал может сказать, четверым наступаем, а другим четверым не наступаем. И таким образом привести к разным таким неприятностям. Поэтому, когда происходит тот самый Proof of Work, как раз-таки та гениальная идея этой группы людей, что без третьего лица система позволяет нам прийти к консенсусу, делать эту транзакцию не делать эту транзакцию, валидная она или невалидная, без того самого посредника. Вот как раз-таки алгоритм Proof of Work или Proof of Stake более продвинутый, как раз-таки объяснял данную задачу, чтобы, безусловного, центрального игрока, посредника между нами, система работала автономно. Я хочу просто в продолжение Саше сказать немножко, история, допустим, почему тот же самый BitShares, как перспективные взлетели и тот же Steemit. Они используют графин, у них время подтверждения транзакции, там, две секунды идет. История с ними, это история Delegated Proof of Stake. Когда у вас избираются делегаты, и там, ну, Proof of Stake, понятно, дает скорость, ну, просто против 10 минут мы ставим 2 секунды, и это уже выход на любые операции, которые сейчас в финансовой системе совершаются. Но, опять же, этот вопрос, как выбрать тех, кто действительно про систему. И тогда была введена ребятами, ну, они американцы, они ввели систему делегатов по принципу, что, окей, давайте общество, сообщество будет голосовать за тех, кому они доверяют майнить блоки, но и тех, кто, естественно, больше всего вносит вклад в развитие этого сообщества. Ну, то есть там за делегатом. Делегат — это человек, который должен содействовать развитию системы, поскольку это все программы open-source, он не только ноту крутит, получается, он делает какой-то вклад в код, он приносит там, не знаю, приложение, пишет, да и т.п., и мы все его знаем. И вот если мы знаем, ну, как бы он поставляет еще там, в случае там с BitShares, он поставлял информацию о потоке цен, так как они привязку делали к доллару и к другим активам. Ну, и, соответственно, он поставляет качественную информацию, соответственно, сообщество может выбирать этих делегатов, ну, и сообщество каждый раз, когда оно видит заинтересованное сообщество, что кто-то нафакапил, но кто-то внес, ну, или стал нечестно играть, соответственно, оно убирает свои голоса, и делегат теряет эту возможность, естественно, ну, майнить и получать вознаграждение. Ну, и вот эта система, когда, ну, там, в Steam, допустим, 19 существует делегатов, и два еще дополнительных, это берутся рандомным способом, выбираются из общего пула потенциальных майнеров. Она дает, ну, как бы скорость с одной стороны, с другой стороны, вот эту ответственность за то, что ты делаешь, ну, и как бы пытались они обойти ситуацию, когда есть, ну, возможность какого-то нечестного поведения со стороны майнеров. Ну, я только добавлю, что я не занимаюсь этим, я на application layer, вот, для меня, скажем так, сам по себе майнинг и наличие вот этого transaction cost, это часто overhead для процессов, для контракта, который я понимаю, что это плата за доверие, за трасс, но с другой стороны, это, в общем, ну, это конкретные деньги, которые нужно тратить на инфраструктуру, для того, чтобы это работало, и альтернатива, потратить эти деньги на бухгалтера, там, или еще на кого-то, вот, это в банках. Спасибо, спасибо участникам, очень интересные ответы, давайте аудиторию еще поспрашиваем, так, давайте, молодой человек первым поднял, или, по крайней мере, первым, кого я увидел. Калиников Александр, у меня два коротких вопроса. Первый, с обычными деньгами можно делать много вещей, например, наследовать их, или получать процентный доход, возможно, то же самое с криптоденьгами. Второй вопрос, появление новой криптовалюты, оно приводит к увеличению вообще рынка криптовалют, или каннаболизирует его, то есть, перетеканию каких-то пользователей, денег, со старых рынков, на новые криптовалюты. Спасибо. Я думаю, да, биткоин можно наследовать, очень удобно, наверное, там, могут быть какие-то смарт-контракты, или там, на Этериуме, можно там, сделать какого-то оракла, который будет отслеживать сообщение о вашей смерти в газете, и когда вы умрете, ваш приватный ключ будет передаваться вашим детям. Это реальность, почему это не фантастично. Если вы следили за дау-атакой, там такая фантастика была, что сайберфантаст, сайберпанк, он отдыхает просто, потому что там сама терминология очень такая интересная была. Это все реально, это уже, наверное, можно сделать, да. Поэтому я думаю, что криптовалюты, они фактически те же самые деньги, потому что деньги тоже, они как бы в циферке на вашем банковском счету, и их можно наследовать. Процент получать. Есть проекты, которые платят процент на биткоин, да, очень много их, они в принципе не все честные, я думаю, но и даже большинство из них не честные, это точно, абсолютно. Но такие проекты есть, да, попытаться можно получить процент на биткоин. Вот. И по поводу второго вопроса, про появление новых криптовалют, я думаю, пока слишком маленькая эта вся арена, да, и здесь в принципе все в одной лодке, то есть пока такого перетекания, я не думаю, что оно как бы важно. все в одной лодке, все делают более-менее одно дело, и рынок все-таки еще не очень большой, поэтому такого вот перетекания из одного в другое я пока не вижу. Все развиваются более-менее вместе. Слушайте, я начну со второго вопроса, если вы смотрели, то там общая капитализация рынка, этого криптовалютного, ну и блокчейн, она около 13 миллиардов долларов, но это же смешно, ну как бы просто смешно, если мы сравниваем с экономикой, которая у нас тут существует, ну типа то, что называется традиционной экономикой, естественно, что емкость потенциально гораздо больше, ну и здесь это однозначно, почему им видит, ну мы замечаем этот всплеск активной блокчейн-системы разных приложений, потому что оказывается, что нишевые приложения, они потенциал имеют просто огромнейший, ну естественно, это скорее плюс с точки зрения развития, просто рынок растущий, и рынок скорее всего, ну там в перспективе долго еще будет расти, да, а с точки зрения, ну там наследование, это действительно решенный вопрос, он во многих, во многих на самом деле блокчейн-системах решенный вопрос, ну и когда заводятся кошельки, соответственно, даже если там мультиподписные кошельки, когда есть несколько владельцев у кошелька, этот вопрос тоже решается, ну соответственно, когда информация между владельцами кошелька, они договариваются о том, как в случае какого-то несчастного случая, ну и автоматически это закладывается при создании кошелька, что кто может и как наследовать. История с процентами, она тоже понятная, процентная, она существующая, потому что, как я уже показала, тоже на слайде, если вы обратили внимание, у нас есть валюты, которые обеспечением выступают, там, с долота выступает, доллар выступает, юан и так далее, на них на всех платятся проценты, по факту это банковскому кладу аналогично, ну и соответственно, это тоже тема, которая получает развитие и ну и все новые и новые активы просто в этой логике выстраиваются, когда у вас идет вторичный рынок, но что тоже соответствует на самом деле традиционной экономике, если мы с вами смотрим на рынок деривативов, который у нас есть, ну в этой традиционной экономике мы понимаем потенциально, что он весь может быть там, в криптоэкономике. Я добавлю только про мое отношение к валютам, к криптовалютам, что я сторонник так называемого золотого стандарта, то есть чтобы эти валюты, которые создаются для того, чтобы система работала, они не были чем-то виртуальной сущностью, а были интуитивно понятны, тогда меньше риска, что мы столкнемся с новым каким-то кризисом там, ипотечным и так далее, то есть люди, когда они будут рисовать эти цифры и понимают, что не платят какие-то значки там за что-то, это будет не что-то виртуальное, это будет, например, там как в Британии там был эксперимент, если не ошибаюсь, с праведом блокчейном для энергетики, и это было называлось энергомонеты, то есть люди могли сопоставить чуть ли не сколько это значит, что вот чайник, он там, грубо говоря, когда закипает, это вот столько-то энергомонет, если они за что-то платят очень много энергомонет, то они могут понять, что что-то не так, вот, и в какой-то момент остановиться и посмотреть, проверить просто логику всей этой системы, вот, ну, то есть я бы хотел, чтобы физика была какая-то понятная, что это мяч, выпущенный там на расстоянии один метр от земли, вот, вот это вот одна единица измерения, тогда больше, меньше рисков, что мы создадим что-то такое неуправляемое. Ну да, это, наверное, плюс, сейчас вопрос экспертов, тогда после, плюс, наверное, биткоина, что и Proof of Work, то, что мы говорили, что он все-таки, некоторые его привязывают к энергетике, тоже, сколько надо там, мегаватт часов, чтобы там, замайнить, грубо говоря, один биткоин, вот, тоже плавно перетекаем в следующую тему, вот, мы затронули ее уже в нашем разговоре Ethereum DAO, вот, Саш, ты как, наверное, разоблачитель венчурной индустрии, интересно услышать особенно твое мнение по поводу инициативы, насколько она, может быть, опережается, мнение других участников стола, тоже услышали, насколько вам, как вам кажется вообще перспектива таких, как бы, централизованных решений поверх децентрализованной блокчейн технологии, насколько вообще это перспективная штука и отражает ли то количество денег, собранное на эту технологию, реальность, или это просто некий хайп, который был создан вокруг там, Виталика и отца его, и на который фактически в первую очередь интересен вот этот сам кейс, и, наверное, кстати, Саша, раз ты чуть-чуть тоже простыми словами для наших зрителей и слушателей, расскажи, в чем там киберпанк собственно был. Ну да, очень интересный проект, он немножко рано появился, наверное, и закончился печально крайне, тем самым подставив под сомнение некую перспективу краткосрочного развития криптовалют. Что такое DAO? Это Distributed Autonomous Organization, то есть распределенная автономная организация, некий такой объект, который существует на блокчейне, некий инвестиционный фонд, в который люди вносят деньги и потом голосуют за проекты, в которые можно инвестировать. То есть это вот действительно некое новое развитие тех идей, которые предлагал, то есть фактически это краудфандинг плюс смарт-контракты. Очень интересная тема, развивалась она немецкими ребятами, у них был проект по умным замкам, то есть хардверным замкам, они хотели продавать умные замки, потом делать ICO, про который рассказывал, потом подумали, что можно сделать круче, и сделали DAO. То есть это было сделано достаточно резко все и не подумав немножко, потому что использовался язык программирования, который существует на блокчейне Ethereum, называется Solidity, он очень простой, на уровне PHP примерно, чуть сложнее немножко, и он как бы не проверен, и фактически ошибка в коде DAO, которая была, она даже не в коде DAO, а в самом языке Solidity так называемого. И атакер, так называемый The Attacker, он нашел эту ошибку и вывел себе третий примерно всех средств. Потом остановился, он мог бы вывести все, но он хотел получить эти деньги каким-то образом, и если бы он вывел все, то шансы у него резко снижались бы на это. И соответственно он переписывался с руководством Ethereum, кто он такой в принципе никто не знает, хотя там какие-то IP находились и находятся. Он переписывался с руководством Ethereum и утверждал, что он все сделал правильно, он может судиться с руководством Ethereum, потому что он не сделал ничего, чего не было в контракте. Он просто нашел некий функционал, который не был задокументирован и использовал его. И формально он прав, он ничего не поломал, а он просто нашел некий функционал и вывел эти деньги. Но Ethereum Foundation чего-то испугался, очевидно, испугался судебных исков и решил отменить это все дело, отменить историю транзакции в Ethereum, то есть сделать hard fork так называемый. Есть soft fork, технические детали, soft fork менее критичные, а hard fork это полное переписывание истории транзакций, то есть некоторые транзакции просто исчезают. И они пошли по этому пути, чем свели с ума достаточно большое количество людей, которые запустили параллельную цепочку, то есть они фактически раздвоили Ethereum на две сети, то есть просто у вас были деньги в одном банке, а потом через дорогу возник другой банк, и там тоже у вас деньги лежат. Эта ситуация ровно такая же, то есть это не преувеличение, так и было, просто там немножко у вас меньше денег лежит в 10 раз, но тоже лежат, откуда они взялись непонятно. Вот что есть Ethereum сейчас, это есть Ethereum основной, Ethereum classic, так называемый, который не hard fork они на самом деле на прошлой неделе тоже сделали hard fork, но по другим причинам, и в принципе Ethereum на таком уровне находится, что они будут hard fork делать наверное каждое утро, то есть просто после завтрака, к сожалению, но это как бы я не с точки зрения их как-то обидеть, просто технология новая, развивается, и люди вынуждены как-то реагировать на баги, которые они находят. И тем самым как бы вот мы имеем DAO, ситуацию, когда система, которая не была протестирована, но вызвала дикий хайп, потому что в DAO были инвестированы существенные деньги, то есть порядка 100 миллионов долларов было инвестировано, или даже больше, 160, да, вот, и соответственно люди просто туда побежали, понесли свои деньги, потому что оценить качество кода могут все-таки единицы, да, потому что там разобраться с solidity может в принципе любой человек, вот более-менее как бы знающий программирование, а вот глубже копать могут уже реально единицы, потому что там действительно сложно, да, все туда побежали и вот накололись. И очень много людей сейчас со скепсисом относятся вообще к развитию смарт-контрактов и криптовалют, и надо иметь в виду, что система очень новая, поэтому надо аккуратно очень к этому относиться и не вестись на всяческие хайпы, и пытаться использовать вещи, которые проверены, биткоин проверен, он работает, давайте использовать биткоин, а вот смарт-контракты пока еще рано, наверное. Я немножко про экономическую сущность все-таки добавлю в ДДАО, потому что люди побежали не из-за кода, естественно, туда, но и не потому, что красивое название, они побежали по той причине, что это первый по факту распределенный криптовалютный инвестиционный фонд, то есть то, что по сути это себя представляет некий такой мешок денег, который предполагалось тратить потом на проекты на платформе Этериума. И как бы держатели токенов этого ДДАО, они, собственно говоря, голосовали за те проекты, которые они хотят, чтобы были профинансированы из этого общего мешка. И, естественно, если мы с вами смотрим, ну и вы обратили внимание на статистику, там количество приложений, оно пропорционально, естественно, количеству разработчиков, которые есть в Эфириуме. И эти люди все, ну и многие другие, они хотели бы иметь средства на то, чтобы развивать свои проекты. И, естественно, запускать каждый раз свою краудфандинговую кампанию, ну это немножко все равно затратно с точки зрения твоих усилий. Если ты имеешь такой вот фонд, которым ты совладелец, потому что у тебя есть токены, естественно, процесс фондирования твоего проекта, он становится легче. И это именно то, что привлекло на самом деле пользователей в эту систему. Вот эта история про то, что вау, классно, мы такой мешок будем иметь, и мы сможем этим пользоваться. Да, тут на самом деле Саша прав с точки зрения рассказа, как это все создавалось. Это очень быстро возникло весь этот проект, и код действительно был слишком быстро написан, поэтому там его никто не протестировал. Никто и не верил, что столько денег на самом деле придет с момента начала запуска этого краудфандинга. Но как бы оказалось, идея оказалась, ну на самом деле, если смотреть, как дальше может развиваться, то можно сразу увидеть спрос на подобного рода проекты. Можно сказать, окей, комьюнити разработчиков заинтересовано в том, чтобы иметь средства на фондирование своих проектов. Если эти средства каким-то можно будет простым способом получить, ну естественно, они будут в этом еще больше заинтересованы. Но это первопричина, это потребность, которая привела вот к этому классному результату. Закончилось все так, как закончилось. Действительно история впечатляющая. Я добавлю только в связи с, опять же, банковские примеры. Я слежу сейчас активно за потоком Альфа-банка. Многие из вас, наверное, знают. Это краудфинансирование малого бизнеса. Эксперимент, который Альфа-банк сейчас сегодня закрыл третью волну. Проект выведен уже за периметр Альфа-банка, потому что Альфа-банк не берет на себя риски, если вдруг там кто-то не вернет. Но удивительно то, как быстро рождается ажиотаж. То есть первый поток, каждый раз поднимали по 29 миллионов рублей. И первый поток закрыли за, по-моему, там 6 часов. В общем, там было такое значительное количество времени. Здесь деньги собрали. Второй поток, ту же сумму закрыли за 34 минуты. Сегодня закрыли за 8 минут. Я подписан на неофициальный телеграм-канал, где люди обсуждают участники первого потока. Они жалуются, и там чуть ли не материат Альфа-банк. Почему нас не предупредили? Почему мы не приоритете? В общем, они сидят, обновляют сайт просто. И ждут, когда там откроется окно возможностей, чтобы поучаствовать в этом. То есть мы легко можем увидеть в России еще вот, ну, примерно ту же ситуацию с DAO или как МММ. Я не знаю, может, это менталитет, может, это общее. Мне тяжело решить. Но то, что у нас это возможно, очевидно. Я добавлю. На самом деле, исчерпывающие ответы. Единственное, как было сказано, блокчейн, это все еще где-то 90-е, да, по интернету. Кто помнит такой Кевин Митник, который взломал по телефону системы, да? То есть сейчас представить такое уже, наверное, невозможно, потому что система безопасности управляет и искусственный интеллект, и чего там только нету. Поэтому в то же время тяжело быть первым. Поэтому тот, кто взломал или нашел уязвимость в платформе, это было очень элегантно на самом-то деле. Хотя где-то на уровне противозакона, мне кажется. Но тем не менее, это начало. И, конечно же, будут ошибки. Но дальше больше. И я думаю, мы где-то стабилизируемся в ближайшем будущем с точки зрения надежности этих платформ. Рассказали, что есть. Есть третий микрофон. Так, давайте из зала вопрос. Я вот тут обещал. У нас, в принципе, время не очень много осталось. Значит, Игорь Матюхин, краудинвестинговая платформа Symex, а также я являюсь одним из руководителей сообщества эфириума, неформального, российского. Значит, Алла Верды, к вам в первую очередь вопрос, Игорь. Вы говорили, что вы сторонник золотого стандарта в криптовалютах. Вот прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Все юникорны, они вообще не про материальное производство. Они про нечто неформальное, про, скажем, про постиндустриальный мир. И там делается основная капитализация. Вот, так сказать, ваш золотой стандарт, ну, я понимаю, что это ваше частное мнение, но, как бы, не задержит ли он, значит, рост этого богатства, всего этого экономического, потенциала, который за пределами материального производства, за пределами индустриальной экономики. Спасибо. Ну, юникорны, я согласен, сейчас произошел недавно, сдулся, подсдулся немножко хайп, и там из 25 финансовых юникорнов осталось там 12 или что-то такое. Но все равно больше половины юникорнов, они финтехи. И по факту все, кто настоящие уникорны, они, как, ну, показывают крупнейшие компании, как показывает Facebook, там, Amazon и так далее, они подтверждают дивидендные модели, то есть кэшфлоу своим, ту капитализацию, которую им когда-то давали. Вот. Ну, и здесь, здесь нет противоречия. То есть люди, которые им дали оценку раньше, они просто были прозорливей и делали ставку на это. Вот. Но они инвестировали те деньги, которые они заработали зачастую на более традиционных индустриях. Вот. То есть это были деньги, которые они заработали на более, менее рискованных активах. Можно я добавлю просто с точки зрения экономики? Смотрите, какая интересная ситуация. Все правильно. Постиндустриальный мир, и мы как бы отходим немного от физических и материальных ценностей, да? Мы с вами можем рассуждать на тему, окей, каждый человек имеет репутацию. По идее же, да, если мы так подумаем, эту репутацию было бы неплохо оценить и использовать как актив. Ну, то есть у нас, получается, с момента рождения есть некий актив, который растет или не растет в зависимости от наших действий. Ну, и естественно, что если мы рассматриваем это как актив, неплохо было бы под это иметь возможность получать какие-то средства, учиться дальше, развиваться, т.д. и т.д. и т.п. Ну, то есть мы же видим эти возможности, да? По факту, это новая опция, которая может… Так или иначе, она появится. Просто вопрос, ну, когда ее поймут, как можно оценить, и когда репутация станет, ну, там, таким же ресурсом, как что-то нам известно и сейчас. Или еще момент, допустим, у каждого человека есть базовая вещь – здоровье. Отличная тоже вещь. Она оценена в текущий момент? Да никак она не оценена. Но как бы… Ну, как бы… И тоже, но мы же понимаем, что вроде бы, если ты человек, который заботится о здоровье, имеет потенциал там жизни, при этом он, ну, там, плюсы еще имеет дополнительно какие-то, да, неплохо было бы это рассматривать как актив. Ну, и так далее. И эта вещь, вот эта история про нематериальные активы, она как бы суперинтересная история, потому что мы с огромной скоростью движемся в экономику, нематериальных активов, да, и дальше, и дальше эта история, которая будет развиваться. Ну, и там криптовалюты, не криптовалюты, там токены, не токены, да, оценка, ну, какая-то просто… Это новая модель. Да. Да. Я тоже, я чуть мешаюсь, собственно, я просто во время доклада не успел это рассказать. Кстати, по поводу, пока не забыл, это теория репутации, черное зеркало, по-моему, третий сезон, сейчас вышла первая серия, там очень забавно на эту тему рассуждает. Вот, я, в принципе, скорее согласен с тем, что в сериале показано, чем нежели, что это реальный какой-то актив, который можно оценить. ну, неважно, я хотел вернуться, да, собственно, в принципе, многие экономические теории, которые на сегодняшний день, они говорят действительно, что мы прошли более-менее три больших эпохи, о которых я сегодня пытался рассказать, то есть, это эпоху, грубо говоря, бартерную, потом эпоху золотого стандарта, которая несколько раз под тем или иным соусом провалилась в глобальном мире, именно потому, что она, как бы, стимулировала многих уходить в капитал, вместо того, чтобы этот капитал пускать каким-то образом в оборот. И мы в итоге все равно так или иначе после там отмены Бреттон-Вуст и там Никсон-Шок и так далее пришли к системе с фиатом не просто так, то есть государство два века пытались эту систему как-то окучить и не смогли в итоге, и они перешли к плавающим ставкам и к фактически к чистой рыночной экономике там, как себе ее когда-то представлял Адам Смит. А криптовалюты просто в свое время мне даже нравится вот эта байка, я не знаю, насколько это правда, но вот говорят, что Сатоши Накамото там нашли какие-то его переписки в форумах, что он был взбешен вот этой ситуацией, которая случилась в 2008 году. Ну, мне нравится эта байка, что вот когда уже казалось бы вот этот свободный мир, где количество денег отражает тот как бы оборот и ВВП всех стран, которые участвуют в нем, ну, в той или иной мере, но государства просто заигрались фактически со ставками, с раздуванием этих пузырей и, грубо говоря, пришли классные хакеры-ребята и сказали, да вот у нас, в принципе, вся технология есть, мы сейчас тут свою песочницу построим и будем уже, грубо говоря, создавать столько массы, вот это денежное, сколько нужно для потребностей, скорее вот этих, ну, изначально маргиналов, там, криптоанархистов, людей, живущих в интернете, но сейчас выходящих уже более-менее в мейнстрим. Так что я думаю, что мы как бы в интересную эпоху живем и как раз наблюдаем вот этот эксперимент, где виртуальные криптовалюты как бы замещают, ну, в каком-то, они не заместят, потому что есть эти регуляторные способы, но приходят на смену такой классической фиат-системы, которая родилась всего 50 лет назад. Ладно, я как бы не хочу больше экспертных вопросов, у нас еще время осталось на один-два вопроса из зала, давайте кто там давно тянул руку, но как бы я обделил вниманием. Вон, молодой человек. Про айсионами расскажите про то. Что это Александр? Про что? Про айсионами. Айсионами. Иконами. Иконами. Вы знаете, я как бы иконами не очень хорошо знаю, так понимаю, это тоже институционный фонд, который инвестирует в криптовалюты, да? Интересный проект, я, кстати, делал такое года-два назад, как бы, но такого как бы трекшена она не получила. В принципе, это очень интересно. Я что хочу сказать здесь, пора как бы уже действительно фондам институциональным и традиционным идти в криптовалюты, общаясь с многими людьми, как бы вроде всем интересно, но какие-то регуляторные сложности и вообще как бы нестабильные все эти ситуации не дает людям туда пойти. Рано или поздно должны появиться обычные фонды вплоть до пенсионных, которые будут инвестировать в криптовалюты. Вот в Америке братья Винкельвоз пытаются уже третий год сделать exchange traded fund под биткоин, а SEC им не дает, но они, наверное, добьются своего. Вот рядом со мной сидит Владимир Масряков, прошлая компания которого, экзанты, сделала, в принципе, уникальную вещь. Она была первой, кто запустила реальный биткоин тренинговый фонд. То есть это очень серьезное событие, экзанты здесь отличилась просто, можно сказать, на века, я думаю. Я думаю, должно все в эту сторону идти, рано или поздно это будет. Иконами проект интересный, но как бы вот такого потенциала роста я не вижу в нем пока, потому что все-таки они привязаны к росту криптовалютного рынка в целом. И выход там из иконами раз в 10, там с профитом тысячи процентов, я думаю, он как бы маловероятен. Поэтому надо, наверное, здесь ориентироваться на уже обычные инвестиционные фонды, которые придут в мир криптовалют и на развитие технологий смарт-контрактов, когда они будут безопасными, и тогда уже будет более интересное инвестирование в такие проекты, чем сейчас. Давайте еще один интересный вопрос. Может, два еще успеем. Хорошо, давайте я первый. Алексей Антонов, попробую задать интересный вопрос. Скорее всего, у половины зала, которая в курсе про консенсус, так или иначе, имеются какие-то криптовалютные активы. У кого-то мало, у кого-то много, очень много. И в продолжение, собственно, предыдущего вопроса. Так или иначе, эти криптоактивы там появились через вывод денег, скорее всего, из российской юрисдикции. И мы с вами активно занимаемся популяризацией этого процесса. И нам это все очень нравится. Но как вы считаете, как скоро это надоест регулятору какому-либо из, и каковы будут его действия, возможно, ваши прогнозы, как это на вашу работу повлияет. Интересно было бы послушать. Хотел сказать спасибо за вопрос. Интересно, потому что он полностью совпадает с вопросом одного из экспертов. Я его назвал регулятором против криптоанархистов. Где точка соприкосновения? Сейчас кажется, что действительно в какой-то момент это все запретят нафиг и всех посадят. Ну, можно скажу, в принципе, я так понимаю, что в России сажать не будет на 7 лет, как собирались. Это уже хорошо. Начнем с этого. Потому что не собирались это делать. Это совершенно открытая информация. 4 года за использование, 7 лет за организацию. Так и было, да. То есть это не шутка. Абсолютно. И люди поняли, что никуда не деться от этого. Нужно с этим работать. И это прекрасно, в принципе. Нужно идти по пути, я думаю, американскому, некая бит-лайсенс, либо какая-то лицензия типа НКО, то есть делается на работу с биткоином. Либо можно прямо в существующих банках открывать биткоиновые счета аналогично металлические. Здесь много вариантов есть. Я думаю, что это решится в течение пары лет. И это будет легализовано и будет регулироваться бесспорно, потому что биткоин, он существует вне зависимости от желания государства. Он просто есть. И с ним надо работать, а запрещать его сложнее, чем с ним работать. Поэтому государство это понимает уже, я думаю. Смотрите, очень интересный вопрос, потому что он на самом деле не совсем тривиальный. Мы же с вами понимаем, что стоимость всех блокчейн-систем, которые есть, она возникает, но и по факту определяется на криптовалютных биржах при соотношении с реальными традиционными деньгами фиатными. Получается, что находятся люди, которые вкладываются в токены этих систем, и соответственно отсюда есть спрос, вот у вас капитализация этих систем. и дальше мы должны рассматривать эту модель. Если мы смотрим и понимаем, что мы можем запустить какой-то токен, который, допустим, в нашем сообществе будет обеспечивать экономическую активность. Мы друг с другом, вот не хватает нам денег, традиционных денег в деревне какой-то, мы не можем осуществить, потому что все зарабатывают там, не знаю, рубль какой-то. А мы запускаем токен и начинаем на самом деле экономическую активность с нашей деревни, соседней деревни, еще с какой-то. Ну, в общем, все комьюнити у нас на этом токене. А приток денег идет, ну, если мы там все реализуем, естественно, если у нас растет какой-то там товарооборот, операции, количество, приток денег, он становится все равно внешним. То есть у нас кто-то вкладывает в нас, получается, средства на то, чтобы у нас было дальше интересно нам было с этими токенами развивать эту экономическую деятельность. И тогда, и мы смотрим с точки зрения, экономики, и мы говорим, вау, так это же прикольно. Ну, то есть я запускаю систему, я запускаю ее из России. И при этом мой токен имеет экспозицию на западные рынки. И я сюда, получается, завожу на самом деле деньги западные. И тогда, если я такой умный, и у меня блокчейн-система такая классная, что она, ну, как бы, в ней растет комьюнити, в ней растут количество приложений, в ней растет количество операций и т.д. и т.п., ну, то есть она подтверждает свой какой-то экономический value, свою ценность, то получается, что все больше, 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 больше денег сюда приходит. И когда мы историю связываем эту с ETF-ками, ну, с возможностью, что у нас фонды приходят, это западные деньги. То есть, получается, у меня есть машина по закачиванию моей экономики западными деньгами. Вау! И вот эта логика, она для всех стран, которые про то, чтобы запустить свои локальные экономики, она может быть преобладающей, потому что она, как бы, она действительно про то, как мы в эту историю с оттоком превратим в поток. Но для этого надо, естественно, ну, как бы, что-то в этом понимать и как-то стимулировать нужными средствами. Ну, вы же понимаете, и все мы понимаем, что государство, эти потоки и оттоки совершенно не интересуют, пока нельзя взять налоги, нельзя обратить взыскание на эти деньги? А, ребят, не совсем. Там же история другая. У тебя есть локальная экономика, и деньги люди переводят и тратят, но как бы у тебя здесь на товары и услуги. Они продолжают у тебя жить. Это другая модель. Ну, там можно моделировать словно-условно другую, там другой вид налогообложения. Смотреть, сколько ты зарабатываешь с того, что эти люди физически на твоей территории находятся, а не уезжают. Ну, потому что альтернативу мы все знаем. Ну, люди встали и уехали. Да, и как бы все. И поэтому, и когда ты, как государство, понимаешь, что экономика из одной эры переходит в другую эру, тебе надо пересматривать вообще все, ну, все, что у тебя есть. История там, ну, банальная, с биткоином. Окей, ребята, там майнер тратят электричество, и майнеры стоят на земле. Земле и электричество в России навалом. Налоги брать трудно, что ли? Ну, как бы, но только тогда надо включить голову и сказать, не, ну, классно, значит, вместо нефти мы переключимся и будем брать налоги вот с этого. Ну, потому что классно же биткоином все пользуются, ну, и там майнинговые пулы будут расти. Ну, ну, то есть это надо просто включаться и говорить, окей, экономика меняется, и я как государство тоже меняюсь. Слова бы ваши Путину в уши. Да, но я хотел сказать как раз по поводу Америки. Очень символично в этом году в Бреттон-Вудсе собрались как раз регуляторы американские и, собственно, представители блокчейн-комьюнити и все эти вопросы обсуждали, в том числе и безопасность, и как контролировать taxing policy и так далее. Я сейчас не буду там рассказывать подробности, просто в интернете найдите, безумно интересная бумажка, там 26 или 28 страниц, очень интересно. То есть государства не такие глупые, как вы думаете, в том числе российские. Они, ну, в ЦБ есть целый комитет по как бы работе с блокчейном, так что действительно я бы не списывал все-таки регулятор движется в эту сторону. Давайте, я просто хотел сказать, что время подходит к концу, последний вопрос, и после этого можно переместиться в бар или вот в фуршетную зону уже в свободном формате пообщаться. Вот. Всем спасибо. Последний вопрос. Макаров Виталий, частный биткоин-фонд. Как вы считаете, через год какой курс биткоина будет? Серьезно вы спрашиваете, да? То есть хотите экспертную оценку? Ну, 900 долларов будет. Серьезный вопрос, серьезный ответ. Серьезный вопрос. Надо всем ответить, я считаю. Кто правильно ответит, тому, в общем, через год встречания... Макарчин, макарчин записать. Семьмой айфон и блокчин. Вот обгур запустили, вот в обгур туда. Ну, на самом деле будет зависеть, ну, сильно будет зависеть курс от истории CTF. Если эти разрешат, то стоимость может резко возрасти. Ну, и, соответственно, есть вероятность того, что это случится в следующий год. Если как бы не разрешат, то, скорее всего, тренд продолжится, который сейчас наблюдается. Сколько в итоге? Нет, ну, слушайте, я же говорю сценарий, ну, 900 так же. Нет, ну, как байпан. Есть более артистичных прогнозов? Ладно. Я отвечу как в анекдоте, да, сколько будет стоить Кока-Колу после войны. 50 копеек. Ну, у меня нет на этого такого сильного мнения. В общем, столько, сколько за этим будет стоять экономики. То есть я по-прежнему поставлю чуть-чуть финансовое моделирование. Небольшой урок. Как оцениваются бренды? Бренды оцениваются то, сколько они создают сверху того же товара, только без бренда. Вот нечто подобное и с биткоином. То есть вопрос, вся эта экономика, что она создаст новое людям по отношению к тому, что это просто, ну, кроме как спекуляции. То есть если это будут реально трансграничные переводы, это будут банки, которые этим пользуются. Естественно, это будет стоить очень много. Потому что без этого это старые экономики, медленно, неинтересно. А с этим это огромные компании. То есть это производное от того, что создастся. Ну, я на самом деле не знаю ответ, если бы знал. Не знаю. Вот, но то, что то, что я могу сказать, что еще полгода назад на такой встрече можно было услышать ответ, что блокчейн это тот тип технологий, который ищет свое решение. Сейчас уже это не так. И мы видим прям вот октябрь, сентябрь были просто полны разных примеров, где действительно произошли первые транзакции в том или ином формате в разных индустриях. И такая скорость. Столько разных организаций, разных индустрий вкладывают в такие огромные ресурсы. Поэтому что будет в этой индустрии, я не знаю. Но меняется все очень быстро, поэтому мне самому интересно будет посмотреть. Да, я закончу тогда. Я делал аналитику для одной как раз конференции. Да, я собственно там вот брал вот эту формулу и по ней сравнил биткоин с золотом и с долларом. Как я сегодня сказал, есть два способа оценки стоимости биткоина. То есть первый способ это смотреть на денежный оборот реальный внутри биткоин экономики. И как я говорил, он сейчас там около коэффициент 3. То есть на миллиард оборота биткоина 3 миллиарда капитализации. В долларе он соответственно 10. То есть на миллиард оборота в долларе 10 миллиардов капитализации доллара. То есть можно просто сказать, что биткоин по оборачиваемости должен приблизительно как доллар быть, то есть цена вырастет в три раза, значит сколько там сегодня, 600, 50, будет 1800, 200. За год произойдет, за 2-3, не знаю. Еще интересно золото сравнивать. Золото, соответственно, капитализация золота там в последний раз была несколько триллионов, что ли, или я не помню, где там 900 миллиардов, но цифра около триллиона. Соответственно, капитализация биткоина 15 миллиардов. Как я показывал в презентации, биткоин обладает всеми свойствами золота в плане хранения ценностей, но при этом еще обладает большей переносимостью. То есть, по идее, как денежное средство, биткоин более привлекательный, чем золото. Значит, ему надо, он будет стремиться в конце капитализации золота, который составляет около триллиона. Если перевести цену одного биткоина, это получается сейчас, сколько на 100 надо умножить, 600, 60 тысяч, что ли. Ну, короче, у меня там цифра получалась около 50 или 100 тысяч. Очень несложная такая математика, но вот какие-то такие рассуждения. Ладно, все, друзья, предлагаю на этом закончить, переместиться туда. Всем спасибо, участники. Вот, я, пока вы уходите, я скажу, это первый этап. Мы где-то раз в месяц будем проводить с разными спикерами в таком же приблизительном формате. Подписывайтесь на сайте Росфинтехы, или на Фейсбуке, или в Телеграме. Везде будем писать. Всем спасибо. Давайте еще раз похлопим. Продолжение следует...